превратиться в красавца он поднял перед собой руку то больше не была покрыта язвами струбями и гнойниками нет обычная загорелая кожа может лишь слегка загрубевшая на ладонях что хаджар не мог понять что с ним произошло пока в памяти не начали всплывать обрывки неясных образов пещера дракон армия адъютант и не произнес хаджар я буду скучать по тебе хаджар улыбалась девушка по ей щекам катились слезы я буду по тебе скучать и не он попытался схватить ее за руку но пальцы поймали лишь ускользающий туман комната и стаивала исчезал образы не хаджар падал в пустоту он кричал пытался схватиться хоть за что-нибудь но лишь быстрее падал в темную пропасть перед тем как все вокруг залил яркий белый свет он услышал спасибо хаджар спасибо и прощай эй эй спокойнее спокойнее я тебе говорю крепкие руки прижали голову хаджара к подушке это я хадж это нера все в порядке все в порядке дружище хаджар открыл глаза сквозь щели досок заменявших потолок пробивались солнечные лучи скрип тяжелых колес ржание лошадей и металлический ляск вот и все звуки ну еще разве что голос нера но к нему хаджар уже привык тесное помещение в котором находился хаджар качалась из стороны в стороны по стенам висели какие-то веревки на полу истюков была сооружена лежанка на нее и поместили раненого хорошо хоть укрыли пусть и прохудившимся покрывалом что с генералом прокряхтел хаджар в горле как в пустыне он закашлялся и с благодарностью принял плошку с пахучей видимо лекарственной водой жадно хлебнул но стало только хуже пустыня сменилась на кузнечный горн жажду он утолил только с третьей попытки и не без помощи мира тот придерживал одновременно и плошку и голову друга каким именно лаврийским уточнил хаджар или мы попали в плен и тащимся к нему в казематы мира усмехнулся и переместил вечно дрыхнущую озрию стюка на грудь хаджару котенок потянулся зевнул мяукнул и свернулся тугим комочком теплые нет дружище мы на марше движемся к приграничному форту ну да логично это объясняло и звуки и телегу которая и служила пристанищем хаджару вот только судя по мельканию света двигалась телега со скоростью поезда если не быстрее ну да а как иначе армии пересекать огромные пространства наверное простым солдатам приходилось особенно тяжко им приходилось не просто маршировать а бежать что ж в каждом из миров свои причуды а этого лаврийского мира явно было неприятно вспоминать генерала весеннего ты бы видел что там было он же совсем скатушек съехал от своей вседозволенности решил тебя на месте и прибить хотя если бы не лекари ты бы и так кони двинул спасибо да ты обращайся мира прокашлялся ну вот в общем он рванул к тебе а тут генерал лин с копьем я тебе скажу так если бы я выбрал бы себе когда-нибудь жену ею было бы лин но ограничиваться одной женщиной не в моем духе согласился известный на всю префектуру дамский ухажер она как скала перед ним встала армии как крик нет готовсь и два миллиона солдат сходу раз и мечами по щитам грахт был такой будто вследная падает никогда такого не слышал и не видел хаджар представил себе подобное и пожалел что слишком рано сознание потерял ну лаврийский позубоскалил обещал страшные кары намекал на убийц топоров а генерал опять лишь бою и снов удары а щиты и народ начал боевое построение принимать слушай никогда не думал что такая миниатюрная девушка может так громогласно отдавать приказы техника наверное какая-нибудь чтобы сразу на весь фронт слышно было ну может быть но я чуть не оглох интересно а как осуществляли связь между разными подразделениями в армии хаджар не был особо сведущих технологиях средневековья да и вряд ли здесь работали конкретно они все же присутствовала пусть и своеобразная но магия так что убрался он все также сыпя проклятиями разве что тело ему разрешили с собой нести так он его и понес голову в обнимку а оставшуюся тушку тот старик слуга тащил несмотря на то что описываемая сцена получалась несколько душа щипательной хаджар не чувствовал укола совести эта парочка заслужила то что их и настигла вот только интересно это карма действовала рукой хаджара или сам хаджар привел карму в исполнение и даже если так то где разница между вторым и первым глупая мысль но от чего-то она показалась хаджар очень важный ты чего так кричал то мира опустился на соседний тюк он достал из кармана яблока почистил его а штаны и откусил кусок слизывая с губ зеленоватый сок да вот представил как всю дорогу твое чавканье слушать буду вот и закричал они переглянулись и засмеялись от смеха у хаджара заболела все что могло заболеть а зрея проснувшись недовольно фыркнула и забралась под одеяло к хаджару высунув наружу одну лишь мордочку она вновь свернулась клубком и мирно засопела вот бы и мне так вздохнул мира весь день спишь лежишь а бог тебе кто-нибудь да греет я так и знал выругался хаджар ты все же питаешься ко мне какие-то чувства идите вы сэр офицер в естественном направлении лучше расскажи это какого она какого она что не понял намека хаджар ну мира как-то непонятно помахал руками какого быть единым с миром в армии ведь таких меньше тысячи и все они или то до них не допросишься ах ну да тот уровень который он продемонстрировал благодаря вдохновению действительно напоминал единого с миром вот только напоминал тех тренировок бесконечных спаррингов сражений с монстрами и прочих приключений хватило для их концентрации в момент нам озарение но не более хаджар чувствовал что он все еще не достиг второй ступени мастерства владения мечом но все же он уже был близок что и объяснил своему другу да жаль выглядело это действительно внушающее будто как мастера на турнирах в империи они там такая и вытворяли нера так и не откусил кусочек яблока она пару раз хлопнул глазами и улыбнулся меня отец разок с собой брал когда с торговым флотом ездил по делам впечатление на всю жизнь империя а какая она спросил хаджар ну как тебе сказать так в двух словах и не опишешь у нас есть целая неделя четыре дня поправил мира ты уже три дня как дрыхнешь а я тут понимаешь нравственно страдаю не могу с однополчанами бегать по пыльным дорогам вот валяюсь в клятой телеге с другом а еще ведь пришлось терпеть унижение когда меня сюда его офицерство до гора отправлял все это балагури бабник произносил с наигранно плаксивым жалостливым тоном рассказывая уже про империю и турниры ну слушай тогда нера уселся поудобнее в империи все ведь на развитие помешаны а то у нас нет если будешь перебивать то сам себе и рассказывай извини так вот помешаны настолько что родители уже в пять лет своих чат стараются куда-нибудь сбагрить в зависимости от способностей и средств ну там все кто или в академию в кланы чужаков не родственных возьмут разве что слугами а такой судьбы кто захочет ну и частенько организовываются турниры что-то вроде соревнований между различными назовем их школами искусств победителем участником честь хвала и различные призы вплоть до личного ученичества у кого-нибудь известного мастера а победителем организациям известности больший приток новых учеников что я тебе говорил о перебивании хаджар лишь проворчал нечто не членораздельное я вот на таком местном турнирчике в приграничном городке и был но зрелище удивительное особенно в финале когда сошлись две девицы одна из секты лунного света а вторая из военной академии обе груди ва бедра вао ну и обе на стадии трансформации смертной оболочки уже в 15 лет хаджар если бы мог подавился бы 15 лет ага немного грустно кивнул мира так что неудивительно что они нас смотрят как на дикари и это ведь только местный а есть же еще и главный раз в 20 лет проводит называется турнир 13 ветвей в нем принимает участие даже императорский дворец что-то вроде негласной 14 ветви и каждый год первой десятки победителей этого турнира дают призы такие что на любой из них можно все наши королевства выкупить да еще и на соседние останется и какой там уровень об уровне не знаю но в прошлый раз победил какой-то парень 18 лет начальная ступень рыцаря духа вот теперь хаджар действительно подавился воздухом вот и я о том же кивнул мира не люди там живут дружище чудовище и вот к таким монстрам собирался хаджар да на их фоне он не просто обычный практикующий а бестоланная свинья как же велик этот мир выдохнул хаджар дело говоришь хаджар внезапно обнаружил что ему что-то мешает нормально лечь он пошарил рукой пока не поднял с пола трубку не ту которую вы купил у бродячего торгаша нет это была та самая трубка которую он видел в недавнем сне он прижал ее к груди боясь что потеряет до самой ночи они ехали в абсолютной тишине лишь только скрип колес треск досок и лязг металла вот и все звуки сопровождавшие марш огромной армии приближалась война глава 56 только спустя два дня хаджар смог подняться на ноги все это время с ним в повозке находились а зрия и нера и кажется последний решил компенсировать то что котенок вечно спал причем когда его сгоняли стюка он недовольно царапая кожу забирался в волосы хаджару и засыпал там и вот оттуда выдергивать котенка совершенно не хотелось скальп дороже помощник постучали по стене телеги хаджар опираясь на костыль выбрался наружу вокруг в бескрайней прерии стояло лишь несколько палаток воины так устали за целые сутки непрерывного бега что рухнули спать прямо так на траву лишь некоторые постелили себе спальники большинство же просто кинули тюки на снятые нагрудники и все палатки же в основном ставили кавалеристы возможно именно поэтому их не любили и завидовали одновременно на небе уже поднялась полная большая луна серебряный диск проливающий на землю дождь из белого света командир сэр поприветствовал хаджар начальство догар взмыленные уставший все еще мог держаться на ногах в последнее время хаджар стал подозревать что в армию брали с определенной стадии развития вовсе не из-за силы а из-за выносливости и скорости бега как иначе можно транспортировать армию численностью в 2 миллиона на расстоянии больше десятки тысяч километров зрелище двух миллионов бегущих человек несколько абсурдные но это лишь для воображения землянина хаджар же уже лишь смутно способный вспомнить родной мир не видел в этом ничего сюрреалистического есть разговор до гору стало приземлился на подножку телеги по поводу лаврийский га догар кивнул он прислонился к холодным доскам и посмотрел на небо его дыхание чуть выровнялось ты убил его сына хаджар в честном бою по армейскому закону меня не за что преследовать как будто кого-либо из них догар сделал ударение на последний слог волнует закон король примус и его дворец далеко а мы близко лаврийские за меньшие грехи людям судьбы ломал как-то раз я слышал на прогулке его пес покусал сына какого-то торговца так он сперва торговца прилюдно освежевал а сыну отрезал догар вздрогнул и поморщился хаджар тоже чувствовал себя как-то неуютно и что думаешь к нему примчались королевские следователи ничего подобного думаю ему даже суду платить не пришлось никто просто не обратил внимание я армейский офицер напомнил хаджар один из десятка тысяч или ты думаешь генерал лин всегда будет тебя прикрывать я тебя уверяю она не дала лаврийскому прикончить тебя лишь потому что это уронило бы ее авторитет догар достал из кармана кусок вяленого мяса и предложил хаджару тот отказался не даст он тебе покоя хаджар пока не замучает в своих темницах до состояния полного безумства хаджар тоже посмотрел на небо сияли звезды далекие безучастные на что вы намекаете командир догар повернулся к собеседнику тяжелая ладонь опустилась на плечо хаджару я знаю одного торговца в форте старший офицер протянул ему маленькую железную печать с изображением верблюда перед осадой он наверняка уйдет с караваном в экспедицию не понимаю какое это имеет отношение ко мне ты хороший парень хаджар улыбнулся медведь один из лучших что мне довелось повидать на своем веку а моему старому знакомому как раз постоянно требуются надежные люди в охрану он тебя возьмет отправишься с караваном хаджар мир посмотришь денег поднимешь может и осядешь где а захочешь найдешь потом торговца покрупнее из тех что пересекают море песка окажешься в империи отправиться в путешествие по свету хаджар порой мечтал об этом сидя в своей комнате во дворце окна выходили на огромный сад и озеро за которыми выселся горный пик отец рассказывал что на этой горе стоит их фамильный замок и что он когда-нибудь сводит его туда путешествовать по бескрайнему миру полному удивительных и прекрасных мест увидеть все что он только может предложить наверное а такой судьбе можно мечтать я не могу дезертировать командир покачал головой хаджар отодвигая медальон в сторону для чего ты рискуешь жизнь хаджар внезапно спросил догар я понимаю большинство солдат деньги сила иллюзия власти ну и женщины а тебе то что нужно что было нужно хаджару не так и много отыскать сестру и снять с плеч примуса голову давайте пойдем спать сэр хаджар поднялся на ноги и погладил сопящую за пазухой озрию скоро кстати подойдем к форту догар тоже выпрямился огромный неприступный но словно немного постаревший уважаю офицер хаджар хоть ты и дурак но уважаю он протянул руку хаджар и и пожал и они разошлись вернувшись обратно в телегу он заметил как на него смотрит почивающий на тюках мира я с ним согласен произнес друг ты дурак у меня в деревне говорят что лучше быть мертвым львом чем живым шакалом красиво кивнул нира и развернулся на другой бок но глупо живой шакал однажды может стыть лазурным волком а вот мертвый лев разве что удобрением для деревьев хаджар лег обратно и завернулся отдела озрия придавленная весом пискнула выбралась наружу и улеглась прямо на хаджара она забралась ему на щеку и свернулась клубком ее шерстинки слегка щекотали ноздри но не настолько чтобы не заснуть а ты бы сбежал спросил хаджар нет ответил мира наверное я тоже дурак каждый сделал вид что заснул но еще долго они смотрели сквозь прорехи на далекое небо в головах роились ненужные мысли и воспоминания о чем думал мира хаджар не знал сам же он вспоминал то как мать по вечерам расчесывала его длинные волосы гребешком она пела ему и улыбалась а порой приходил отец тогда он казался большим и неприступным совсем как тот горный пик что хаджар видел из окна пока ждал возвращение армии с войны война он никогда не думал что попадет на нее но теперь с каждым новым рассветом он буквально слышал приближение боевых барабанов кочевников ляск стали крики ворон и стоны умирающих людей когда хаджар выходил на разговор с догаром то увидел океан из спящих солдат на самом же деле большинство из них сейчас лежали также как и он сам они смотрели на безликие звезды и вспоминали от чей дом матери и отцов любимых сколько из них не вернется а даже если вернуться то захотят ли они заводить своих собственных детей а те у кого они уже были молились лишь о том чтобы это была последняя война нет они знали что война никогда не прекратится и не изменяться но им так хотелось чтобы их детям не пришлось брать в руки оружие возможно только теперь хаджар начинал понимать последние слова его матери прости прошептал хаджар далекой звезде про которой рассказывала сказки королева элизабет я так не могу прости меня он заснул тяжелым лишенным сновидений сном поутру же почувствовав что повозка начала вновь качаться принялся за медитацию ему требовалось как можно скорее укрепить фундамент будущего пути развития нейросеть легко откликнулась и показал статистику имя хаджар уровень развития формирование зерно сила 2 ловкость 23 телосложение 205 очки энергии 38 после перехода на новую стадию развития все его параметры резко подскочили не так сильно как у по-настоящему талантливых людей но достаточно чтобы ощущать это без всяких показателей самое же важное что в нем изменилась эта энергия цифры это конечно хорошо но они не отображали главного качества с каждой новой стадией с каждым новым рывком по лестнице к силе энергия меняла свое качество хаджар мысленно опустился внутрь себя если раньше ему приходилось черпать энергию из узлов затем из рек то сейчас все изменилось теперь сила которую он получал из внешнего мира сперва попадала в узлы потом распространялась по меридианам питая и усиливая тело а потом стекалась в центр находящийся где-то уже вата там внутри среди бесконечной тьмы теперь горел маленький кристалл размером не больше чем с пшеничное зернышко он тем не менее был намного ярче и узлов и меридиан это было зерно его силы зерно которое ему предстояло разбить на несколько также только там можно было перейти на стадию осколков те же у кого получалось его разбить но не стабилизировать навсегда теряла возможность двигаться дальше и если верить мастеру лишь один на 40 тысяч способен разбить свое зерно и создать осколки форт передавали по рядам крик впереди идущих мира а за ним их от жар высунулись из телеги впереди среди моря и стравы выселся настоящий город крепость ну да а чего еще ожидать от форта с гарнизоном в 170 тысяч воинов стоявший на холме имевший круглую форму он выглядел как небольшой город город с высоченными стенами в два кольца окружавшими центральный замок крепость черепичные крыши домов деревья в садах и палисадниках а также массивные стены разделители они соединяли первый и второй круг крепостных стен формировали нечто вроде секций так если кочевники и прорвутся внутрь то увязнут в тесных уличных боях где даже десятая часть от численности солдат генерала лин сделала бы из них кровавый фарш зачем же при таком укреплении сюда шла двухмиллионная армия кочевники ведь могли просто обойти форт а ударим гарнизон в тыл без поддержки основной армии что ж в прерии конные всадники дикарей сделали бы из пеших солдат тот же самый кровавый фарш так что у ледуса не было другого выбора кроме как защитить этот форт у кочевников же не было другого выбора кроме как осадить его чтобы в итоге при каком-нибудь генеральном сражении не оказаться таки окруженными война не такая уж и сложная штука когда ты забываешь о существовании слова выбор и понимаешь что есть только надо началось выдохнул мира невольно проверяя меч в ножнах над городом поднимались черные столбы дыма отливали ядра для пушек их уже выкатывали на стены виднелись артели инженеров укреплявших ворота листами железа в ров выливали горючие смеси а на стенах стояли лучники пускающие в небо стрелы пристреливались хаджар чувствовал как в воздухе пахнет гарю железом и страхом это был запах войны глава 57 к форту они подошли лишь спустя несколько часов у самых стен хаджар с удивлением обнаружил несколько ветряных мельниц поля из ржи и пшена и явно в торопях брошенные крестьянские дома ну да логично крестьяне селились рядом с крепостью и торговали с ней продуктами а в случае чего могли спрятаться внутри все лучше чем селиться прямо на самых окраинах королевства куда не так редко заглядывали то разбойники то отряды кочевников хотя разумеется были и такие деревни не так много но были они либо как-то договаривались со врагами либо выживали как могли потому как чтобы уйти на другое место с обжитого ну хаджар мало знал таких примеров когда крестьяне покидали бы обжитые и разработанные земли лагерем встали у самых стен недалеко от центральных ворот все равно 2 миллиона форт бы в себя не вместил только лишь старшим офицером разрешили переместиться под стены но мало кто согласился за армией нужно было следить и ей требовалось управлять а оставлять за главных младший офицерский состав означало немного расслабить ежовые рукавицы перед непосредственным сражением никто делать этого не захотел так что по примеру генерал или народ опять поставил палатки и шатры уставшие от недельного марша солдаты рухнули на кровати без задних ног а вот офицерам и командирам пришлось плестись на военный совет на этот разгонец пришедший вы как всегда стоявший в отдалении лагерь догара позвал неожиданно не только старшего офицера но и его помощника хаджар наспех напяливший под одежды кольчугу и легкий кожаный доспех поспешил следом за догаром тот как-то предлагал ему латы но хаджар чувствовал себя в них как в консервной банке к тому же от удара от которого не сберегут кольчуга и плотный кожаный доспех не поможет и броня так что особой разницы он не видел в шатре уже собралось немало народа а к знакомым по прошлому собранию лицам добавилась новая начальник форта тоже генерал но ниже по статусу чем армейский да и выглядел он несколько жалко низкорослый в шелковых одеждах остроносых замшевых туфлях и с объемным животом он не выглядел как генерал скорее как чиновник коим он и стал за десятилетия отсидки в северном форте и что вы предлагаете леди лин спросил он насмешливым голоском генерал лин поправила златовласая воительница как и всегда в броне и с серьезным взглядом за спиной начальника форта стояло несколько солдат хаджар сперва не понимал что его так смущало в их доспехах а потом понял они были новыми сверкали в свете факелов и ламп отбрасывая блики от полированной до блеска поверхностью в таких хорошо на парад или на празднование но вовсе не на войну проклятие сколько же лет кочевники не приходили на север и почему вдруг решили заявиться именно сейчас нет все понятно юг уже был почти что без жизненной пустыней всех согнали на рудник а кого не согнали те влачили жалкое полумертвое существование у них грабить было нечего но почему именно сейчас почему перед сезоном дождей ведь обычно кочевники приходили ранним летом когда могли свободно пастись их кони а земля была достаточно твердой 120 ваших пушек генерал передвинула игрушечную пушку поближе к холму из-за холма их не будет видно и перед началом сражения мы сможем дать два или даже три залпа ради двух или трех начальник форта явно насмешливо спародировал голос лин некоторые из старших офицеров взялись за оружие в том числе и догар но генерал покачала головой ради этого я вам и 10 пушек не дам им место на стенах они среди ваших солдат спешу напомнить господин начальник форта у меня есть прямое распоряжение генералитета вы и весь ваш гарнизон поступаете в мое полное распоряжение так что моя просьба была лишь дание уважения генерал нахмурила брови и от нее повеяло чем-то недобрым на деле же это приказ ах ну раз приказ все также насмешливо улыбался чиновник в погонах лука скажи ко мне что у нас там с пушками из тени шатра вышел мужчина больше всего напоминающий крысу сгорбившуюся скользкую напялившую не по размеру большие дорогие одежды крысу один из тех бедняков что получили деньги и власть но вот вкус так себе и не привели на стенах стоит обязательный минимум установлены генералитетом шесть сотен двадцать четыре штуки даже числительные он не мог произнести нормально снять мы их можем уже зная ответ самодовольно спросил начальник никак нет генерал поклонился человек крыса никак нет повторил чиновник поворачиваясь клин мне не нужны ваши основные орудия генерал несмотря на то что над ней явно насмехались не теряла самообладание видимо не впервые оказываться в подобной ситуации но по закону на случай если основные придут в негодность вы должны хранить не меньше четырех сотен запасных стволов выдадите мне 120 из их числа это прямой приказ прямой приказ на игра на печально вздохнул чиновник лука давай поможем этой прекрасной леди выдай ей 120 пушек из числа запасных прошу простить генерал вновь согнул спину то ли слуга то ли любовник начальника форта но по последним подсчетом на нашем складе есть лишь четыре запасные пушки генерал лин выдохнула и сжала кулак где ваши вспомогательные орудия начальник форта прорычала она ой ну даже не знаю пуза наперся о стол карту и начал барабанить пальцами пальцами увенчанными золотыми кольцами с дорогущими драгоценными камнями на его запястьях покоились такие же браслеты еще более дорогие и бросающиеся в глаза куда же делись наши пушки беда то какая уж не распродал бы их кто старшие офицеры переглядывались и каждый из них был готов пустить кишки этому взорвавшемуся борова он ведь издевался без всякого страха издевался над ними командованием двухмиллионной армии чувствовал свою полную безнаказанности от того издевался у нас уже сто лет как не было войны генерал лин чиновник подул на ногти и вытер их вышитые золотом и парчой одежды наверное королевская казна выделяла нам слишком мало средств вот и пришли орудия в негодность а я ведь каждый месяц их прошу повысить содержание печально печально генерал лин но как видите я не могу выдать вам пушки каким бы официальным не был бы ваш приказ генерал лин стукнула кулаком по столу ты в своем уме сириус от ее взгляда даже хаджар устала не по себе совсем зарвался я ведь тебя под трибунал отправлю конечно отправишь кивнул чиновник вот с кочевниками пару месяцев побадаешься сидя под моими стенами питаясь моей едой и под прикрытием моих людей и сразу отправишь вот только смотри вдруг на складе и провианта для вас не найдется ну или стрел лекарств или еще чего ты мне угрожаешь сириус может мне взять копье бери конечно моя дорогая лин прямо сейчас возьми свой знаменитый лунный луч и посади как ты это любишь мою голову на него в центре своего лагеря а потом сама будешь объяснять трибуналу почему во время войны лишила жизни генерала форта несмотря на свой жалкий вид во время этого диалога взгляд у пузана был полон стали и уверенности в себе да возможно когда-то давно и он водил под своими штандартами сотни тысяч воинов на за годы в тепле и уюте разжирел проворовался и обнаглел помени мое слово сириус я тебе этого не забуду обо мне будет помните думать сама лунный генерал боги я не зря прожил свою жизнь убирайся честь имею поклонился чиновник перед самым выходом из шатра он развернулся и улыбнулся эти стены неприступны моя дорогая тысячи лет их не брало ни одно вражеское копье куда уж там дикарям без сидел ты бы лучше сама к нам в гости пришла у нас пир скоро праздник по случаю моего дня рождения приглашая тебя и всех твоих воинов потеснимся глядишь и поместимся к тому же мы недавно новый бардель отстроили я кажется приказала тебе убирать вон или ты оспариваешь мой прямой приказ никак нет мой генерал поклонился чиновник просто предлагаю хорошо провести время и успокоиться кочевники и близко к форту не подойдут а у нас тут цирк приехал у них там такие забавные уродцы ты бы видела и выдавив из себя пару смешков генерал сериус вышел вон из шатра следом за ним подгоняемые грозным взором до гора убрались и гарнизонные солдаты генерал хлопнула по столу рукой и тяжело опустилась на стул без пушек наш план с холмом обречен на провал начальник инженеров убрал с карты игрушечную пушку нужно придумать что-то дургая возможно мы можем забрать у них порах и тогда ты еще не понял командир тур генерал пригладил волосы и взяла себя в руки этот идиот продал все что можно продать в форте нет запасов а из основного я не смогу и наконечника для стрелы взять устав не позволяет а он им будет прикрываться уже прикрывается чертова политика выругалась лиан начальник лучников скорее жадность поправил ее командир кавалерии галион и все же в словах сириуса есть зерно разума внезапно протянула генерал вновь поднимаясь над картой тысячи лет на севере не было войны с какой стати кочевником приходить именно сейчас и именно сюда тим что твои разведчики отряды которые я отправил по границе регулярно шлют донесения отчитывался начальник разведки тех же кого я заслал в тыл никто не вернулся и весть не посылал народ помрачнел это были плохие новости очень плохие там горы мой генерал пояснял тур двигая указкой мои люди плохо знают такую местность к тому же дозор и кочевников ветра и дожди разбили все дороги боюсь мои отряды посылать туда бесполезно трата сил и ресурсов придется действовать вслепую вслепую говоришь повторила генерал и обвела присутствующих тяжелым взглядом задержав его на офицер хаджар да мой генерал хаджар ударил кулаком по груди и поклонился ты говорил что жил в горной деревне и у вас часто шли дожди да мой генерал и что жил на севере да мой генерал лин вздохнула и указала на хребет синего ветра знаком с местностью хаджар посмотрел на карту и вызывал в базе данных нейросети подробное описание хребта и его местности благо во дворце хранилась достаточно свитков с информацией о местности и большинство из них хаджар успел просмотреть они расите этого было вполне достаточно да мой генерал в очередной раз ответил он тогда старший офицер догар разрешите я воспользуюсь вашим помощником так точно сэр тут же отдал честь догар офицер генерал вновь повернулась к хаджару сколько вам людей понадобится только один один фыркнул начальник разведки командир тим мои люди отм гибнут десятками а ты хочешь пройти по хребту вдвоем при всем уважении старший офицер потому и гибнут что десятками в горах люди чужаки там даже одного идущего за километр видно чего уж говорить о целом отряде двое у такого количества больше шансов чем у 20 хорошо кивнула генерал и подняла руку обрывая командира тима возьмете столько провианта сколько вам необходимо и отправитесь в путь когда выдвигаться мой генерал прямо сейчас офицер хаджар время поджимает а как я вижу ваши раны уже зажили хаджар кивнул слушайте задание офицер генерал взяла в руки указку продвинетесь по хребту обнаружите стоянку кочевников нам нужны сведения их численности готовности к бою количестве всадников и пеших примерные стадии командования и наличие элитных подразделений если есть артефакты тоже в общем нам нужна вся информация противника я вас понял мой генерал разрешите идти разрешаю хаджар развернулся на каблуках и вышел вон вдогонку ему донеслось удачи офицер хаджар мы на вас рассчитываем рассчитываем мира вряд ли будет в восторге от такого рассчитывания глава 58 пойдем в бордель мира давай снимем пару девочек мира может напьемся мира пойдем смотреть на цирку родов мира так ведь нет демоны приперся и говорит идем в тыл врага мира чтоб тебя демоны задрали хадж я может кони скоро двину а так и не переспал с близняшками мира ворчал но тащил на спине тюк с полученным провиантом и артефактом связи выглядел он как фигурка ворона полная мистических руны рисунков хаджар не мог понять тайны которые они хранили но зато знал теперь как отправлять сообщение на дальние расстояния деревянный артефактный ворон работал по принципу рации ты же сам хотел приключений пожал плечами хаджар они шли от лагеря в сторону леса поэтому пока вскрытность не было никакой необходимости вот когда окажутся за периметром у границы тогда придется смотреть в оба кто знает сколько своих скаутов уже заслали кочевники рыщу пти теперь по лесам занимаясь точно такой же работой какую поручили хаджару приключений демонская ты отродье они путешествия к собственной казни все будет нормально мира да я даже не сомневаюсь рявкнул парень поправляя тюк я просто недоволен тем что я уже выяснил в каком из борделе есть близняшки и ты мне так сильно обломал ну может тебе кто-нибудь из кочевниц приглянется из дикарок мира внезапно остановился и задумался что-то вспоминая демоны у меня еще ни разу не было дикарок он обогнал хаджра и обернувшись прокричал через плечо поторопись хадж а то мало ли нам не достанется хаджар улыбнулся мира мог жаловаться сколько угодно но на деле он изначально не был против пойти в разведку просто поломался для приличия а в реальности они оба будто безумцы улыбками приветствовали новые приключения пока шли до леса обсуждали преимущество дикарок и их тренированных упругих тел над телами более мягкими но зато фигуристыми пришли к выводу что нера все же обязательно сводит хаджара в бордель тот лишь пожал плечами поудобнее перекидывая тесемки тюка у складских удалось под приказ генерала выбить провианта на неделю также благодаря наглости и языка станира они взяли несколько разрывных снарядов немного горючей смеси и еще по мелочи в итоге собравшись в путь они стали больше походить на диверсантов чем разведчиков хотя по сути оба были простыми пехотинцами разве что числящиеся в элитной ее части догаровской добравшись до леса перевязали тесемки тюков так чтобы получились своеобразные рюкзаки намазали себя глиной стараясь отбить прилипший в лагере запах пота и гарри мира по науке хаджара заменил сапоги на сплетенные на скорую руку лапти обмотали их тканью смазали изделия все той же землей и тут же ее стряхнули этого было достаточно чтобы сбить запах и не закрыть обувь коркой которая бы трескалась и шумела покрепче приторочили все что могло издавать какой-либо звук и убедившись в том что оба понимает сигналы друг друга подались в лес тот приветствовал их привычными этому часу криками пением птиц шорохом листвы и далекими криками животных густой и темный он был еще более не пуганным чем тот что закрывал собой весенний кто в здравом уме кроме новоявленной разведки ринется в приграничный лес здесь уж наверняка если не зверь задерет так кочевник с бандитом разденут кроны не такие густые как обычно пропускали достаточно света чтобы не напрягать глаза столпы света то и дело ласкали толстые стволы деревьев делая их едва ли не медными в мягком еще влажном мху слегка утопали ноги создавая впечатление что они шли по дорогому ковру они по земле запах болота доносящийся запада слегка нервировал но к нему быстро привыкаешь смотреть два глаза четыре стороны отпальцевал хаджар предупреждая чтобы товарищ следил в оба добыча живая показал мира хаджар задумался нужен ли им был так называемый язык сам хаджар языка дикарей не знал и очень сильно сомневался что в нем хоть немного понимал мира стоило поинтересоваться хаджар уже поднял руку чтобы спросить в прямом смысле на пальцах как понял что не знает нужного знака да уж язык робина и других охотников деревне долины ручьев подходил для преследования зверя но не человека в этом языке жестов не существовало нужных для подобной ситуации обозначений в итоге задумавшись хаджар показал на свой высунутый язык и потом на мира тому хватило всего нескольких секунд чтобы понять о чем спрашивает товарищ в итоге мира показал нет как и ожидалось мира также не знал языка дикарей если у них вообще существовал единый язык они сотня различных диалектов племен то там столько что проще повеситься чем сосчитать в юго-восточных степях яблоку от этих племен упасть нигде куда ни плюнь территория какого-нибудь безахнура или фура а может лурагу разумра и так далее примерно так их племена назывались язык сломаешь мозги свернешь добыча мертвая просигналил хаджар давай понять что пленные им не с руки после чего следующие часов 10 они передвигались по лесу тихо и бесшумно каждый раз когда они видели каких-либо животных даже если это были слабые и старые легкая добыча то огибали их стороной в это раз в лес они пришли за несколько иной добычей так что следы твари воспринимали лишь как сигнал к тому что нужно сменить направление увы за все это время они не нашли ни единого намека на присутствие в лесу других людей к вечеру они смогли преодолеть достаточно приличное расстояние перед тем как привязать к себя к верхним ветвям деревьев забрались на верхушку и оценили обстановку солнце уже клонилось к западу стремясь исчезнуть в море снов морю по размерам превышающим совокупный размер всех океанов на земле если верить карте южного ветра за ним находилась одна из тех больших организаций держащих под контролем сразу несколько империй интересно а кто контролировал дар нас но мысли об этом тут же исчезли стоило только хаджару посмотрел на горный хребет подала золотым небо он выглядел как пленный зверь готовы в любой момент подняться над землей растерзать небеса горы казались так близко что можно было подумать что до них лежал всего день пути на самом же деле их отжар знал что им предстояло идти еще не меньше двух все дело в простом оптическом обмане ведь чем больше горы тем ближе они кажутся как бы двусмысленно это не звучало примотавшись на ночь к веткам они быстро заснули не было смысла договариваться об очередности дозора на стадии формирования их чувства были развиты настолько что они бы все равно проснулись окажись поблизости кто-то чужой утром им вновь пришлось обмазываться землей душ из нее так себе грязи на теле только прибавилось но вот запах пота постепенно уходил еще примерно четыре часа то я среди ускользающих теней они двигались по лесу наверное нормальные разведчики передвигаются исключительно ночью вот только хаджар не хотел рисковать слишком уж много в ночи рыщет хищников как двуногих и четвероногих чтобы ставить под угрозу миссию ведь их целью был не язык которого в случае чего они бы и обратно в лагерь доставить бы не смогли а очный подсчет вражеских войск но человек рассчитывает одно а судьба имеет привычку планировать другое ко второму закату у самого подножия гор они заметили отряд кочевников сложно было понять дозорные это или собирающиеся в путь коллеги по цеху впервые хаджар видел дикарей вживую выглядели они как обычные сильно загорелые черноволосые люди высокие мужчины с приплюснутыми носами и массивными нижними челюстями они связывали волосы в несколько коз вешая на них разноцветные бусины у каждого разные цвета и количество так они мерили свои ранги бусами женщины у них были миниатюрными чуть выше чем по нижней ребро хаджару одеты все в самодельные куртки и штаны сшитые из шкуры кожи животных слегка раскосые глаза высокие лбы и бронзовая кожа опаленная солнцем степей основное оружие короткий быстрый лук и изогнутая сабля отряд навьюченный тюками шел в лес всего человек девять из которых три женщины они несли снаряжение на ровне со своими мужчинами добыча хаджар подал знак идущему позади мира они сразу рухнули в ближайшую канаву мира достал из-за пазухи подзорную трубу и прикрыв стекло козырьком от попадания солнца чтобы не бликовало вгляделся слабые сказал он спустя некоторое время пробуждение силы возможно они плохо сообразил приравнять стадии людей к стадиям зверей хоть здесь охотничий язык их немного выручил пробуждение силы все равно как телесные узлы для людей что такое девять практикующих стадии узлов для двух формирования не больше чем горстка муравьев спешащих по своим делам охота показал хаджар зачем мы возвращаемся наш дом путь добыча на пути плохо мира подумал и кивнул действительно не очень хотелось на обратном пути встретить вражеский отряд пусть даже и такой слабый окружаем от пальцевал хаджар по сигналу птичий крик и они разошлись в разные стороны таясь в листве и кустах как хищники они кружили вокруг отряда когда же выдался удачный момент хаджар издал птичий крик обнажил клинок и бросился в атаку глава 59 хаджар обходил кочевников с подветренной стороны не то чтобы он думал что у тех нюх как у зверей просто привычка на охоте идти так чтобы ветер дул в лицо они в спину так у добычи будет меньше шансов уйти хотя какие шансы в принципе могли быть у практикующих уровня телесных узлов идущего варьер гарде мужчину хаджар снял быстро и бесшумно как сова скользнувшая в ночи за бегущей по земле полевкой он скользящим шагом вышел из кустов зажал рот и нос кочевнику и полоснул ножом по горлу тут же наклоняя голову вперед и слегка опуская тело кочевник не успел не вскрикнуть не всхлипнуть не издала ни шороха его тело не выстрелил фонтан крови хаджар перерезал орту мышцы и рассек позвонки с его силой это было также легко как нарезать хлеб бережно положив тело на землю хаджар обнажил меч крадучись он пошел следом за девушкой с кнутом хвосту венчин ветвящиеся плеткой а на рукояти стальное жало таким хлыстом совсем не быков подгоняют одним ударом снимают несколько пластов кожи хаджар это хорошо знал пару раз получал в темнице удары подобным инструментом шрамы от них оказались настолько глубоки что даже после перерождения их все еще было возможно заметить на его спине двигался хаджар без шумней тени отброшенной неподвижно стоявшим деревом но увы даже в таких операциях существует вероятность случайности кочевница обернулась может что-то почувствовала может захотела убедиться в присутствии прикрывающего спину собрата а может может она обернулась просто так ее глубокие черные глаза встретились с чистыми и почти синими она была красива достаточно чтобы заставить сердце мужчины биться быстрее но не настолько чтобы задержать меч хаджара его удар был твердый быстро уже падая она так и не поняла что произошло а потом пришла тьма хаджар не останавливался кочевницу он убрал грязно шумно и оставшиеся семеро развернулись на звук они на ходу обнажили свои изогнутые сабли но было уже слишком поздно их противник уже держал в руках освобожденный от ножен меч да даже будь он все еще в ножнах у них все равно не было бы ни шанса хаджар двигался быстро для врагов телесных рек он и вовсе казался размазанным пятном они лишь порой могли разобрать металлические всполохи и два синих глаза выглядывающих из тьмы хаджар взмахнул клинком лишая руки стоявшего рядом кочевника и тут же нырнул в сторону со свистом две стрелы врезались в то место где только что стоял хаджар но не найдя его стрелы полетели дальше пока не пронзили насквозь орущего от боли кочевника тот все еще придерживая кровоточащую культу свалился на землю дергаясь он захлебываясь своей кровью не мог понять за что схватиться стрелы или обрубок эту сцену хаджар видел лишь краем глаза его меч продолжал свой кровавый пляс крутясь будто запущенная ребенком юла хаджар отбил две стрелы и вонзил клинок в живот противника он уже не разбирал ни лиц ни пола своей добычи для него все было просто есть враг есть меч либо ты либо тебя провернув клинок хаджар оттолкнул тело ногой кочевник размахивая руками и падая пытался как-то удержать вываливающиеся внутренности у него не получилось врагов осталось всего шестеро два лучника отошедших чуть назад и четыре фехтовальщика короткие изогнутые сабли отбрасывали хищные отцветы но все они меркли по сравнению с величественным сиянием меча пока сабельщики брали хаджара в кольцо лучники уже натягивали тетивы они чувствуя ветер и шелест травы целились невзглядом хаджар двигался настолько быстро что его почти невозможно было разобрать так что они собирались выстрелить туда не где был их противник а где бы он оказался пропели тетивы и четыре стрелы улетели куда-то в кусты хаджар же даже не сдвинулся с места но двое кочевников уже падали роняя сабли призрачный удар сорвавшийся с его клинка рассек противников те не могли поверить в произошедшие они стояли от врага на расстоянии в 12 шагов но все равно на их животах расцвели алые полосы их онемевшие ноги так и остались стоять с громким чавканьем туловище съезжали на землю они умерли не сразу и у них еще было время чтобы испытать ужас и панику боли не было на нее их жизни уже не хватило хаджар развернулся спиной к лучникам те не веря своей удачи вновь натянули тетивы в следующий миг они будто растерзанные проснувшимся зимой медведем летели на землю за их спинами из кустов вышел нера со своим полуторным массивным мечом тот в крови походил на побывавший в бою звериный коготь эти мои сказал он подходя к другу сколько угодно пожал плечами хаджар одним взмахом он очистил свой меч от крови и убрал в ножны одним же взмахом нера отправил двух кочевников в бескрайние прерии их предков где вечной пире непрекращающаяся охота там их уже ждали остальные члены отряда бой не занял и десяти секунд все закончилось почти бесшумно и быстро лишь успели прокричать птицы сорвавшиеся скрон деревьев и унесшиеся подальше от опасности знаешь когда ты говорил о дикарках я думал ты намекал на постель вздохнул мира очищая меч и убирая его в ножны среди деревьев лежала 10 тел кровь текущая под откос сливалась в тонкие ручьи хаджар проводил их взглядом и потер переносицу он уже убивал женщин но те напали на его мать а ведь и хаджар посмотрел на них если бы они прошли через форт вглубь страны сколько бы матери и детей загубили бы эти женщины нет не было в этом мире гендерного различия разве что только самое простое то что в штанах ты чего так долго спросил хаджар наклоняясь над первой жертвой он развязал тесемки тюка и вывалил содержимое на землю я думал как бы взять в плен тех лучниц зачем мы все равно языка не знаем а я не разговаривать с ними собирался пожал плечами мира ой ладно не смотри на меня так просто я решил что если мы с тобой жестами изъяснять умеем то им бы смогли мысль донести ну там не знаю на земле что-нибудь начертили бы хаджар задумался и признал правоту товарища да с этим они немного поторопились ну так не каждый же день на разведку ходит в подобной ситуации без предварительного обучения не сразу сможешь все и со всех сторон рассмотреть и обдумать поздно теперь хорошими мыслями делиться убили и убили если еще кого встретим попробуем допросить внезапно хаджар отшатнулся словно змеей ужаленный хотя будь здесь обычная змея то это она бы отшатнулась от практикующего стадии формирования чего там подошел мира не обнаруживший в тюках своей добычи ничего необычного на земле перед хаджаром лежали два металлических ошейника с мистическими надписями он уже видел такие и не только видел а носил в течение пяти лет проклятие произнес он это не разведчики странное украшение для торговли мира поднял один из предметов земли это не украшение покачал головой хаджар рабский ошейник начисто отрезает всю энергию в теле делает из практикующего простого смертного демоны и мира выронил украшение так будто держал в руках не холодный а раскаленный металл подобные устройства одни из самых страшных кошмаров для любого практикующего они отбирали две самых важных для них вещи свободу и собственную силу зачем скаутом кочевников такие мира аккуратно убрал ошейники обратно в тюк артефакты собирают пленных с ближайших деревень думаешь там же должны ходить патрули гарнизона вряд ли даже сотня дикарей сможет одолеть хотя бы один такой патруль ты не видел начальника форта уверен что никаких патрулей нет да и вообще сильно сомневаюсь что в форте стоит хотя бы половина от существующего на бумаге гарнизона думаешь делит жалование не существующих солдат уверен кивнул хаджар чертовы чиновники выругался мира отец всегда говорил что от них зачастую больше вреда чем пользы хаджар задумался зачем кочевникам рабы было бы понятно если бы скауты пытались взять в плен разведчиков или солдат армии но нет по сведениям они их убивали причем сразу на месте не отводя при этом в лагерь получается дикари охотились на простых людей и при этом избегали внимание армии лидуса так поступают только те кто что-то скрывают но что могут скрывать простые сезонные разбойники пусть и приходящие большим числом дурно все это пахнет не то слово и нера вытащил из тюка командира скаутов в кожаный звенящий мешочек развернув тесемки он вытащил несколько монеток из зеленого металла красивые с узорами и квадратной дыркой посередине у кочевников нет валюты протянул хаджар разглядывая монеты тем более такой искусно выкованный тем более учитывая что это деньги империи ласкан добавил мира мне их отец в свое время показывал хаджар и мира переглянулись откуда у простого дикаря деньги страны с которой воюет империя дарнас проклятие хором сказали они и продолжил уже только мира нам надо поторапливаться дружище что-то мне подсказывает что мы с тобой вляпались в большую игру причем по самое горло вляпались кивнул хаджар они бросили тела в канаву накрыли их ветками забрали зеленые монеты и отправились в горам что-то в этом всем было неправильно а с востока уже слышались первые громовые раскаты начинались сезонные дожди глава 60 спустя два дня под все усиливающимся ветром хаджар и мира взбирались навстречу чернеющему небу едва ли не по отвесной скале ветер пытался сорвать с них плащи а со стороны они выглядели как невзрачные букашки ползущие по бескрайнему серому пространству под них ногами простиралась пропасть на многие километры ее укрывал ковер из зеленых верхушек деревьев сверкнула молния раздался треск сравнимый разве что с расколовшимся небом хаджар прижался к скале и затаил дыхание рядом свалился огромный булыжник минуя горные тропы они с ней решили подниматься по обрыву для обычного человека это могло бы показаться невыполнимой задачей но для них не составляло особого труда их пальцы находили самые тонкие трещины и цеплялись за них с крепостью стальных тисков всего за три часа под ливнем среди вспышек белых молний драконов они забрались едва ли не на пять километров чудовищный результат для смертного и обычные будни для практикующих стадии формирования их тела были крепки их энергия сильно взобравшись на скалу они накинули на голову капюшоны серых плащей вовсе не из-за дождя а чтобы слиться с поверхностью скалы до верхушки хребта лежало еще километров двадцать но туда вряд ли бы стали забираться кочевники нет они пережидали на плато что-то вроде оазиса среди страны сплошного камня именно к нему по острым скалам бесшумно ползли два человека спустя еще несколько часов и пару десятков порезов они добрались до склона по дороге к плато они заметили несколько крупных постов кочевников слишком крупных оказавшись же на краю одного из клыков хребта у самого плато они обнаружили огромную равнину поросшую травой и редкими низкими деревьями под дождем в буре сложно было разобрать что творится внизу благо они вышли из лагеря не с пустыми руками мира достал из кармана подзорную трубу и вновь прикрыв ее козырьком вгляделся со следующей вспышкой молнии он протянул демона и боги что за чертовщина мира протянул трубу товарищу хаджар прижал ее к правому глазу и вглядел со сквозь мутные потрескавшиеся стекло вспыхнула молния ударил гром и хаджар грязно выругался там на плато среди костров находилась не только море из травы но из гуртов и шатров сотни тысячи сотни тысяч и столько же лошадей на какое количество рассчитывала наша армия спросил мира вновь принимая трубу и вглядываясь во тьму 1300 может 500 мира выругался интересно что они скажут про 5 чертовых миллионов там на плато по самым скромным прикидкам стояла армия из как минимум четырех с половиной миллионов человек причем по крайней мере десятая часть из них конные лучники проклятие проклятие никогда раньше разрозненные племена кочевников не собирали в поход подобную орду максимум отправляли 200 тысяч порой иногда больше ледус всегда отправлял в ответ численно превосходящую армию нанося сокрушительные поражения и отдаляя следующий приход лет на шесть а то и больше здесь же четыре с половиной пять миллионов при этом 400 тысяч конных лучников да они сметут армию генерала лин как лавина молодой дерево нужно срочно доложить в лагерь хаджар достал из тюка артефакт деревянного ворона он положил его в ладони прикрыл глаза и потянулся к статуэтки мыслями и энергией она ощущалась как сгусток энергии от которого куда-то вдаль тянулась призрачная нить хаджар уже почти активировал артефакт как мира выхватил его из рук смотри он протянул трубу и указал направление хаджар вгляделся во тьму там у самого большого шатра шло какое-то собрание судя по количествам бусины их цветам собрались вожди племен всего их было около двадцати или даже больше действительно сюда привели общие войска всей степи вот только самое удивительное что вожди сидели на камнях и курили трубки слушая совсем другого человека высокий мужчина с короткой седой бородой он был одет не то что даже не в кожаный доспех а в простую черную робу накидку скрепленную шелковой лентой поясом он выглядел спокойно и уверенно что то вещи на неизвестном хаджару языке увы нейросеть не могла перевести его потому как в базе данных не хранилось никакой информации об этом наречии и все же странность заключалась не столько в одежде мужчины сколько в той ауре которую хаджар чувствовал даже на таком расстоянии он явно сильнее небесного рыцаря прошептал хаджар боясь что даже за несколько километров этот адепт его мог услышать рыцарь духа не располз по камню на котором они лежали проклятый рыцарь духа ласканец и действительно вглядевшись хаджар заметил медальон на груди адепта тот сделанный из нефрита и янтаря обладал теми же узорами что и монеты ты дальше вглядись за их шатер хаджар присмотрелся и открыл рот от удивления среди наспех сооруженных загонов для лошадей он увидел тысячи требушетов сотни пушек несколько осадных башен а также что самое удивительное каких-то монстров запертых в клетке монстров по силе явно не уступающих изумрудному волку это не рейд кочевников хаджар следуя примеру друга сполз вниз по камню они лежали в небольшой нише скрытые от взора всех кроме безучастных небес черные и тяжелые те лишь выпускали на волю огненных драконов с ревом те опускались к земле но и стаивали где-то посередине дарнас и ласкан воюют не разобрал протянутую трубу и убрал ее в одежды та солнечная руда которую у нас добывают это не такой уж и особый материал для имперцев для нас да ценность огромна но для них все равно как железо для мелких королевств добротная но вполне себе обычная вещь вот только на войне подхватил хаджар победа складывается из деталей они одного сражения они переглянулись и друг другу кивнули каждый пришел к самому простому и логичному выводу ласканцы объединили кочевников подкупили угрожали посулили новые земли или еще как то это не важно важно что они собирались привести эту орду на земли ледуса хотели оборвать поставки руды в империю сколько сюда идти легиону спросил мира он сюда не пойдет покачал головой хаджар сам подумай если бы ласкан хотел они бы уже отправили сюда свою армию но они этого не сделают потому что это вызовет цепную реакцию которая приведет к генеральному сражению сколько они уже там воюют полвека плюс минус 7 лет вот именно и за это время лишь небольшие по их меркам военные столкновения и городские осады генеральной битвы так и было и начинать ее без уверенности в стопроцентной победе никто не собирается я тебя понял кивнул мира если кто-то проиграет в подобной битве то потеряет всю страну так что они хотят ослабить противника любыми способами увы это способ разорение нашего королевства хаджар вздохнул мира был прав ласкан собирался раздавить ледус что такое для одной из империй маленькое королевство не больше захолустной деревушке а тут в этой деревушке вдруг начали добывать руду которую использует в бою их противник непорядок вот почему всех разведчиков перебили и вот почему они стоят на хребте здесь практически невозможно их отыскать ага если бы не ты хадж сюда бы вообще никто не попал только благодаря нейросити удалось проложить такой маршрут по которому они смогли незамеченными пробраться на плато и что у нас в остатке хаджар начал загибать пальцы на плато 4 или 5 миллионов вооруженных до зубов дикарей помимо этого у них пушки три бушеты и какие-то твари пушками и три бушетами еще пользоваться уметь надо у дикарей таких орудий никогда не было так что так что не ты один об этом подумал перебил хаджар друга ласканцы наверняка обучили кочевников посмотри на эту орду они не один год ее собирали нера выругался он достал трубу и снова поднялся на камень что там за монстры спросил он понятия не имею хаджар загнул еще один палец мы не можем отправить послание в лагерь рыцарь духа это наверняка почувствует ага скорее всего именно так они и находили остальные отряды из-за чертового сигнала вот такой вот магический радар встроенный в голову адепта вражеской империи при этом даже если мы опустим все детали продолжал хаджар у них едва ли не двукратное превосходство по численности а кавалерии и вовсе раз в шесть больше чем у нас плюс лучники напомнил мира у кочевников дети с луками чуть ли не рождаются испони между ног согласился хаджар что у них между ног ты мне так посмотреть не дал друзья улыбнулись но скорее нервно нежели от неуместной шутки ты думаешь что том же о чем и я хадж боюсь что до вздохнул хаджар тоже забираясь на камень и скорее всего мы помрем в процессе мы так и так помрем если вся эта арава ринется на приступ форта они переглянулись а потом дружно повернулась к тюкам со взрывчаткой сверкнула молния на миг выхватившая силуэты двух букашек сползавших на плато прямо навстречу нескольким миллионам противников глава 61 окутанные тенями два пехотинца ставшие разведчиками а теперь и диверсантами ползли в обход лагеря то и дело пережидая очередную вспышку молнии они замирали в высокой траве и низинах этого времени хватало чтобы подробно рассмотреть кочевников те находились в расслабленном едва ли не полупьяном состоянии кто-то кричал многие смеялись вот цветах костров виднелись силуэты слившихся в экстазе мужчин и женщин дикари праздновали скорой пир битвы и смерти передавали по кругу бурдюки с крепким кумысом женщины прыгали на бедрах мужчин а те ласкали их маленькие но крепкие груди лагерь больше походил на пьянку или оргию чем военное укрепление но таковы были нравы этих людей и хаджар их не осуждал все же воинами они были достойными и наверняка в битве покажут себя свирепыми противниками судя по выражению лица мира тот был не против присоединиться к всеобщему веселью внимательно на пальцах показал хаджар и тут же получил ответ знаю неохотно оторвав взгляд от особого разгульного костра где народ валялся на земле в тесном змеином клубке они двинулись дальше зная о наличии очень сильного чужеземца и большого количества постов кочевники растеряли всю свою бдительность вино дурманила их разум а похоть утягивала в омут без памятства они встречали громким лайм каждую молнию а то отвечала их громовым грохотом под дождем в грязи хаджар и нера ползли в сторону три бушетов и пушек особенно внимательны они были когда огибали центральный шатер и пусть тот находился едва не в полукилометре от них но кто знает на что были способны рыцари духа проверять на своей шкуре не хотелось спустя еще несколько часов они оказались рядом с загонами мирно паслись лошади а редкие кочевники спешил накрыть полотнами стога скошенной травы они не хотели чтобы будущий провиант их коней промок изгнил да дожди их действительно задержат но ненадолго недостаточно чтобы армия успела подготовиться пища нера указал на стога хаджар сперва не понял а после кровожадно улыбнулся ну конечно они ведь могли сорвать покрова до сильного вреда это не нанесет таких стогов здесь стояли тысячи но как минимум ущипнуть противника они смогут подходя к ближайшему хаджар уже собирался полоснуть по горлу работающему кочевнику как его остановил мира он показал в сторону центрального шатра сильный зверь показали его знаки хаджар кивнул и убрал кинжал мог ли рыцарь духа почувствовать чью-то смерть опять же проверять не хотелось дождавшись пока кочевник уйдет они сняли полог трехметровый сток оказался под дождем и они ушли дальше во тьму продвижение из-за подобной работы сильно замедлилось и уже после 10 стога оба пришли к выводу что это бесполезное занятие долго сложно не успеваем показывал мира другой путь капкан хаджар указал на взрывчатку порох и дождевые ручьи которые омывали поти все поля там где порох там и горючие смеси а подобные вещества в воде не тухнут они покрывают ее тонкой пленкой и горят так жарко что кожа плавится хаджар и неров стали перед выбором спалить определенную часть стогов или подорвать большую часть пушек спрятавшись в очередном овраге каждый начал обдумывать ситуацию пушки могли бить на большое расстояние и каждый выстрел попавший в шеренгу солдат унес бы сотни жизней но с другой стороны в ближнем бою они абсолютно бесполезно чего не скажешь оконных всадниках которые способны часами кружить вокруг флангом осыпая сражающихся прицельными выстрелами переглянувшись они кивнули и отправились к пушкам те стояли чуть дальше и вот их охраняли особенно бдительно указав на часть скалы мира протянул руку и прошелся по ней пальцами он предлагал забраться наверх и по горе обойти охрану так они окажутся у них в тылу незамеченными и не придется никому резать гладки не то чтобы не хотелось но не стоило забывать о ласканцы хаджар кивнул и они вместе начали снова взбираться на скалу вот только на этот раз задача усложнилась в разы если в прошлый раз они ползли по вертикали то сейчас приходилось двигаться по горизонтали не потягиваться на руках держась за мельчайшие выступы а перетягиваться по ним улиткой переставляя руки и ноги как бы ни было странно но это оказалось намного тяжелее и возможно именно поэтому хаджар чуть не упал когда снизу донесся женский голос и прозвучала во тьме помогите мне голос который говорил на чистом ледуском без единой примеси дикарского акцента хаджар посмотрел вниз а со следующей вспышкой молнии увидел сотни набитых битком клетей в них стояли прислонившись друг другу и дрожа от холода мокрые ослабевшие люди проклятие здесь их были десятки тысяч что странно клетка из которой прозвучал женский голос стояла вплотную к скале в отличие от остальных там находилась лишь одна девушка и до ближайшей клети было примерно метров тридцать изолированная одинокая хаджар выругался заметив что нира уже спускается вниз в том что его товарищ оставит леди в беде хода скорее солнце зайдет с запада реки потекут вспять а зимой расцвете вишня иногда нира демонстрировал качество абсолютного имбецила хаджар поспешил следом и вскоре они вновь оказались на земле ты с ума спятил прошипел хаджар я не оставлю леди этим дикарям нира подошел к клете и достав что-то из кармана начал ковыряться в замке поторопитесь прозвучал голос скоро здесь пройдет патруль вскоре раздался приглушенный щелчок клетка открылась и вперед вышла девушка с очередной вспышкой молнии удалось рассмотреть ее внешность небольшой рост фигура песочные часы тонкая талия красивые ноги высокий лоб густые черные волосы брови в разлет и смуглые будто медная кожа хаджар схватился за кинжал но нира уже приставил к ее горлу свой только один звук дикарка сквозь зубы прошипел он и я отправлю тебя в бескрайнюю степь равнину не уч спокойно ответила девушка они верят в бескрайнюю равнину они степь кто из нас еще дикой это ловушка мира прошипел хаджар оглуши ее и уходим боги вы оба головами на скале ударились она закатила глаза и выглядела при этом слишком уж индифферентно будто не было острой полоски стали у нежной шеи я не из кочевников да а по тебе не скажешь окинул ее взглядом мира я из подземного города никогда о таком не слышал он находится в море песков что за чушь фыркнул мира и уже занес кулак как его остановил хаджар погоди прошептал он и достал из кармана печать ту самую что перед смертью ему оставил южный ветер сверкнула молния и девушка впервые показала эмоции она дернулась в сторону и ахнула откуда у тебя печать мастера хаджар грязно выругался и убрал плашку обратно убери кинжал мира а может лучше убери тебе говорят хаджар осторожно закрыл клетку и они втроем нырнули во тьму спрятавшись под скальным навесом мира развязал веревки на руках и потянулся к шее девушка отшатнулась ошейник скреплен силой ласканца снимешь и мы покойники он об этом сразу узнает мира пожал плечами и отошел к хаджару тот стоял на дозоре вглядывался в бескрайнюю тьму сколько здесь было пленных 50 70 тысяч к чему такое колчество что еще за подземный город в пустыне только бедуины да и только потом расскажу отмахнулся хаджар зачем им столько рабов стройки я не видел может они собираются их поставить перед собой знаешь я слышал некоторые генералы так поступают ставит перед своим войском пленных понижает моральный дух противника лишает его таким образом воли к сражению ведь придется убить своих возможно возможно вы идиоты подошла девушка растирая запястья эти пленные нужны для прокорма их тварей хаджар посмотрел на леди в рваном одежде кровавыми разводами вся в синяках она выглядела болезненно исхудавший пусть и не растерявший своей красоты вообще большинство практикующих выглядели именно так красиво тело во время развития менялось приобретая столь желанными многими черты сколько ты уже здесь месяц ответила девушка может меньше может больше не знаю как сюда попало спросил мира леди лишь в очередной раз закатила глаза мы это сейчас будем обсуждать или уже подожжем их стога и уберемся с плато как ты узнала наш план вновь схватился за кинжал мира ну точно два идиота я здесь уже месяц мальчики мальчики она произнесла особо ядовито я придумала уже стоя один план как им отомстить и поджог стогов стоит на первом месте хаджар и нера переглянулись судя по тому насколько тяжелым и сложным был ошейник девушка явно стояла не на первых стадиях развития возможно она была даже сильнее их обоих вместе взятых но это без рабского украшения с ним ее мог бы взять силой простой смертный будешь задерживать оставим и теперь уже три силуэта шагнули в ливень и мрак глава 62 вода нера показал на хаджара этот кивнул вооружившись кинжалом хаджар ушел в сторону бочек и ящиков он оставил нера и странную леди заниматься взрывчаткой не то чтобы он даже думал о доверии к бывшей пленной но на нера мог положиться полностью под навесом из грубой ткани нагроможденные друг на друга стояли ящики с порохом их хаджар не тронул его куда как больше волновали бочки с горячей смесью ими наверняка собирались обмазывать камни для трибушетов что может быть лучше огромного валуна разбивающего крепостные стены только огромный горящий валун обойдя первый пост стоявший у пороха хаджар двинулся дальше каков был шанс что он встретит здесь человека из города где некоторое время прожил южный ветер меньше чем вероятность дважды за неделю выиграть джек под в лотерея и все же у судьбы был на этот счет свой взгляд пропустив очередную вспышку молнии хаджар подкрался к одному из охранников взяв кинжал обратным хватом он резко ткнул плечистого кочевника в висок достаточно сильно чтобы оглушить но слишком слабо чтобы отправить к предкам подхватив тело хаджар осторожно опустил его на землю в следующее мгновение он уже буквально выплыл из тьмы и точно таким же образом отправил спать и второго дозорного это было так легко не только потому что хаджар обладал силой стадии формирования а скорее из-за их собственной расслабленности двух пустых бурдюков из-под кумыса и чувство безопасности которое им внушало присутствие ласканца что для кочевника рыцарь духа мифический герой полубог да чего уж там почти также и для жителей ледуса кто в такую ночь будет напрягаться и следить когда знает что в лагерь невозможно пробраться незамеченным тем и опасным подобные знания зачастую они были обманчивее миражей хаджар аккуратно но достаточно быстро начал откупоривать бочки выдергивал затычки и позволял пахучий черной жидкости смешиваться с дождевыми ручьями те собираясь едва ли не в целые канальцы дружно бежали вниз как раз к пастбищем и накрытым тканью стогом в этот момент хаджар пожалел что они успели снять с некоторых покрова те несмотря на дождь вспыхнут намного лучше чем мокрая трава закончив с бочками хаджар связала глушенных и заткнув им рты тряпками глаза залепил землей а уши заткнул травой так даже когда они очнутся то некоторое время не будут понимать что происходит довольно тяжело просыпаться от подобного сна и не быть при этом лишенным основных своих чувств хаджар это знал хорошо так хорошо как мало кто еще вернувшись на условленное место он дождался не рая девушку измазанные в грязи и глине они мало походили на нормальных людей скорее на пещерных троллей или нечто подобное надо ждать показал хаджар вода течет ждем заполнит если бы они подорвали заряды сейчас то огонь не успел бы подпалить и 10 части пастбища к тому же как только вспыхнет заржут горящие в огне лошади она эти крики сбежится разве что не вся орда для кочевника конь был важнее матери отца и лука а эти три вещи были для любого дикаря священны у тебя есть талисманы нарушила тишину девушка она собиралась сказать что то еще но не разожал ей рот ладонью он приложил палец к своим губам всем своим видом показывая что надо сохранять тишину леди же просто откинула его ладонь в сторону никто нас не услышит идиоты ливень гром и куча пьяных испаривающихся дикарей есть шепотом ответил хаджар признавший правоту смуглянки он достал из кармана те талисманы что ему отдал учитель полоски желтой бумаги с начертанными на них красным письменами и ты носил это с собой девушка приняла несколько бумажек так осторожно и бережно будто ей бомбу протягивали эти заклинания я узнаю этот стиль они изготовлены лично мастером откуда они у тебя передал один хороший человек он был учеником твоего мастера да возможно я знаю его имя и возможно это мы можем обсудить и потом шикнул мира зачем тебе талисманы ты все равно в ошейнике а я бы его и в прошлый раз не снял печати то нет просто посмотреть хотел ключ печать здесь не нужно покачала головой леди можно просто сорвать иначе во время кормежек дикари бы устали бегать за ласканцем пускай будут у нее кивнул хаджар когда мы все подожжем будет бесполезно протятаться рыцарь нас везде найдет так что сорвем с ней ошейник и будем удирать удирать это я мастер улыбнулся нера в попытке развеять атмосферу не получилось мастер удирания позволь поинтересоваться столика яда в голосе произнесла девушка а как мы будем удирать и если вы планируете украсть коней то мы не успеем и до первого склона добраться как нас прикончит вообще у нас был другой план хаджар и нера не теряя времени достали веревки и обвязали ими талию девушки то морщилась от неприятного чувства когда мокрая веревка стягивала кожу морщилась но молчала наверное когда-то она была одета в довольно красивые одежды но теперь же стройные ноги обнажила изорванная зеленая юбка с пояса явно сорвали какие-то украшения то же самое касалось ее запястья и шеи там кожа была чуть бледнее из-под холмики нера их от жар старались не смотреть в ту сторону не то чтобы было некрасиво или не интересно просто время и место оказались не очень подходящими так в связке они подошли к скале и начали взбираться было тяжело очень девушка не могла никаким помощи поэтому висела мертвым грузом без своей силы практикующего она даже зацепиться за скалу не могла не то что начать по ней взбираться так что на подъем который занял бы 15 минут ушло не меньше получаса и с каждой минутой с каждой новой вспышкой молнии и удара грома хаджар ждал своей смерти освободятся ли оглушенные дозорные как скоро дадут сигнал тревоги прикончит ли их рыцарь духа в следующие мгновения или это произойдет мгновением позже эти вопросы не давали нормально рассуждать так что когда показался край скалы хаджар лишь облегченно выдохнул забравшись они не стали отвязывать леди вместо этого лишь укрепили узлы и посмотрели вниз огромная пропасть дно которой все также укрывал массивный лес готов спросил мира он достал на свет маленький артефакт что-то вроде детонатора давай уже процедил хаджар мира на миг зажмурился а следом раздался взрыв который мог поспорить даже с небесным громом огромный всполох осветил едва ли не весь лагерь а следом все вокруг затопило дикое ржание горящих лошадей разбив телами ограды загонов они понеслись по лагерю поджигая палатки и топча людей послышались крики вопли и плато погрузилась в хаос уходим закричал хаджар чувствуя как к ним приближается нечто нера тут же с силой сорвала шейник с девушки по парням тут же ударила аура стадии трансформации леди тут же схватила один из талисманов зажала его между пальцами и прошептала несколько слов бумага вспыхнула талисман обернулся пеплом а над их головами закружились различные письмена они сливались в безумном хороводе формируя нечто напоминающие купол купол о которой следующим мгновением ударил исполинский огненный меч хаджар не мог поверить своим глазам письмена трескались и продавливались под силой меча размером с целое дерево этот проклятый клинок был длиной не меньше 15 метров а толщиной из двух взрослых мужчин из носа девушки прыснула кровь скорее прохрипела она мира их от жары развернулись и побежали к обрыву они неслись не разбирая дороги совсем как те лошади что жгли лагерь внизу на плато вот только если лошади почти не встретили изначального сопротивления то уже спустя пару секунд исполинский огненный клинок вспыхнула письмена развеялись девушка вскрикнула и рухнула на колени мира их от жар на ходу подхватили ее за руки и побежали дальше они оказались у самого обрыва надо прыгать сказал хаджар с ума сошел а есть другие варианты и внезапно им обоим стало трудно почти невозможно дышать с трудом но хаджар смог обернуться там вдалеке примерно в сотни метров от них по воздуху плыл силуит прямо так без крыльев или любого друга устройства он просто планировал к ним как если бы спускался с большой высоты рыцарь духа чертов ласканец он лишь коснулся рукояти меча как навстречу хаджару понеслась волна ауры его клинка простая аура одно лишь стремление обнажить клинок но этого было достаточно чтобы на расстоянии в сто метров рассекать камни как простую бумагу чувство опасности взывала сиреной хаджар знал что стоило это я ури коснуться их как она оставит после себя лишь три красных пятна выхватив клинок хаджар принял стойку крепчающего ветра он взмахнул мечом высвобождая максимум силы и вкладывая в удар все умения что у него только нашлось во взгляде адепта отразилась крупинка удивления какой-то муравей стадии формирования еще не умер с клинка хаджара сорвался вихрь бритвенно острого ветра внутри которого плясали призрачные клинки они столкнулись с аурой и смогли лишь на пару секунд ее задержать рыцарь духа простым касанием рукоять своего меча смог развоплотить технику хаджара но этих пары секунд хватило чтобы в руках девушки сгорел очередной талисман небо пронзил журавлиный крик и не расход жаром прыгнули с обрыва подразъяренный вопль адепта от которого крошились камни они улетали на призрачном журавле созданном из таких же иероглифов как и недавний щит нам срочно надо возвращаться в лагерь произнес нера держа окровавленную на своих коленях бледнеющую девушку надеюсь это птица знает куда лететь пробубнил хаджар вглядываясь в очертания стремительно удалявшегося горного хребта он знал что адепт за ними не последует если он подберется слишком близко к лагерю то это почувствует библиотекарь и подобная встреча тут же приведет к цепной реакции которую не желала ни одна из сторон конфликта пока не желала по крайней мере мы все еще живы пока живы глава 63 в шатре генерал или на 5 было не протолкнуться от количество народа к тому же явно не вызываю одобрения окружающих она вновь отправила за начальником форта сириусом как и в прошлый раз он явился надменным и уверенным в себе в золоте драгоценных камнях шелках и парче такое впечатление что от звания генерал у него остались лишь припрятанные погоны на деле же простой вор сидящий на слишком высоком стуле чтобы его с него скинуть и вы верите словам этих солдат серию сткнул толстым пальцем в нера хаджара и серу так звали спасенную ими девушку сера сейчас она выглядела несколько лучше чем парой часов ранее лекарь догара обработал ее раны напоил своим варевом и даже выдал кое-какую одежду коричневый кожаный камзол и высокие ботфорты бил ей к лицу во всяком случае подчеркивали точеную фигурку клянусь силой и кровью хаджар полоснул ножом по ладони и его кровь вспыхнула что говорю правду народ пару секунд смотрел на него но хаджар не сгорел в пламени как любой человек нарушавший клятву крови видишь sirius он говорит правду или думает что говорит правду тут же возразил чиновник мало ли что ему там померещилась в бурю и словно в подтверждение слов чиновника ударила молния и громыхнула так что задрожали фигурки на столе это все мелочи sirius внезапно генерал обошла стол и подошла к пузану маленькая миниатюрная она все равно выглядела как огромный тигр наступивший на хвост полевки где твои патрули sirius чиновник с каждым шагом лин бледнелый покрывался испаренной он обернулся к своим солдатам но тени особо горели желанием обнажать оружие сейчас в шатре находилось столько старших офицеров что подобный ход стал бы воистину самоубийственным патрули патрулируют нервно пожал плечами начальник форта да удивительно sirius почему же ты тогда не сообщил мне о том что кочевники берут в плен жителей нашего королевства ну пограбили они пару деревень sirius пальцем отодвинул воротник от горла ему стало нечем дышать что же мне каждый раз когда кто-то на границе сожжет поселок гарнизон с места снимать пару деревень это где же такие деревни что у них в плену четверть миллиона что-то мне подсказывает sirius что не просто пару они пограбили а пару сотен где патрули да я где патрули жирный ты ублюдок генерал взяла sirius а за грудки и легко вздернула его над полом солдаты все же взялись за оружие но им бесшумно подойдя сзади положил на плечи свои огромные лапы догар он придавил их земле так сильно что затрещали сменяемые латы вот так вот просто голыми руками он мял металл как пекарь теста человек-крыса неизменный спутник чиновника торопливо озирался по сторонам видимо как и его тотемный зверь пытался первым покинуть тонущий корабль нет патрулей истошно завопил пузан болтая ногами в воздухе нет ни пушек ни патрулей ни гарнизона лин разжала пальцы и sirius мешком картошки рухнул на пол по его красному вспотевшему лицу текли слезы размазывая краску которой он подводил глаза что ты хочешь этим сказать на стенах 40 пушек бормотал чиновник патрули не ходит уже почти как десять лет а в форте расквартированы 27 тысяч солдат где остальные sirius где ладонь линза светилась стальным светом и она замахнулась чиновник свернулся калачиком и поднял над головой руки выглядел он настолько жалко что многим стало неприятно даже находиться рядом с этим животным не то что смотреть на него нет остальных кого распустил кто наемником ушел кого ну она опять замахнулась на рудник на рудник я их продал в шатре повисла тишина 40 пушек и 27 тысяч значит на поддержку форта рассчитывать не стоило армия генерала ли наказалась один на один с ордой кочевников которую обучили и укрепили ласканцы я видела людей в форте много намного больше чем 27 тысяч простые гражданские хныкал некогда прославленный генерал вот что с людьми делают высокие табуретки как говорил южный ветер очень редко когда человек становясь крупным чиновником остается при этом человеком они вот таким комком жадности и слабости с виду он важный и неприступный как гора а внутри все давно уже сгнила эта измена sirius вздохнула генерал тяжело опирайся край стола государственная измена я хотел построить город лин настоящий город у меня были такие планы планы как увешать себя золотом и как из крепости сделать свой дворец я видела его вместо больницу тебя витражи sirius проклятые витражи а ты думаешь это легко внезапно завизжал чиновник легко 40 лет жить в военном укреплении вечно потные вонючие солдаты ни улиц ни площадей только плацы и тренировочные вонь пороховая уже по ночам снится начинает я жить хотел лин жить они существовать все хотят все хотят а у меня была возможность сделать и я сделал или ты думаешь у меня людям плохо живется да отлично есть торговля мы улицы проложили дома поставили площадь центральную соорудили цирки вон привозим таверны ставим кабаки школу построили или ты думаешь весело солдатским семья в гарнизоне да они детей своих с раннего детства не видят отпускают в города учиться а те и не возвращаются уже никогда народ из тех кому было совсем мерзко повернулся обратно к sirius у ну да имел я с этого свой кусок продолжал чиновник а кто не имеет все имеют да даже король я уверен отрезает себе часть пирога такова жизнь лин чтобы сделать что-то хорошее людям нужно чем-то пожертвовать и ты пожертвовал своей душой душой sirius поднялся на ноги и выпрямился он вытер лицо и поправил одежды на мгновение где глубоко внутри этого борова хаджар разглядел того самого генерала что заслужил награду из рук короля дура ты лин и все вы дураки если думаете что устаете против этой орды надо договариваться может ты отдашь им в плен часть армии может еще что ты сошел с ума солдафоны истерично засмеялся чиновник если вы умрете вы старшие офицеры то армии не будет а простую солдатню всегда можно заменить хаджар посмотрел на генерала он встретил взгляд ее стальных серых глаз они ему медленно кивнула эта измена sirius повторила она горе теперь в бездне с демонами дур не успел чиновник договорить как его голова упала с плечи покатилась по доскам хаджар убрал меч солдата которого держал догар обратно в ножны он не собирался пачкать свой клинок подобной кровью и ты ли накликнула человека крысу да 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 мой генерал тот рухнул на колени и начал биться олбом а пол теперь ты новый начальник гарнизона не знаю как ты это сделаешь не знаю где ты их найдешь но через две недели на стенах должна стоять сотня пушек ты меня понял крыса продолжал биться головой а пол ты меня понял да мой генерал причитал он так точно мой генерал проваливай спотыкаясь путаясь в своих дорогих одеждах он буквально вылетел из шатра следом за ним последовали и прихрамывающие солдаты коим догар кажется сломал ключицы а здесь всегда так весело шепнул на ухо нера ты себе даже не представляешь кивнул хаджар глава 64 странно это все же тим начальник разведки водил указкой по горному хребту зачем все это сложности если там и вправду рыцарь духа то мог бы поставить охранные заклинания и мы бы их вообще никогда не обнаружили ты не веришь моим людям тим едва ли не рыкнул догар доверю просто просто если бы там оказались такие заклинания полок шатра отодвинулся и на военный совет явился старик библиотекарь я бы их почувствовал мне бы пришлось сделать донесение в империю и тогда и тогда произошло бы то чего ни одна из империй пока не желает закончила лин библиотекарь кивнул скажите мне достопочтенный адепт генерал сжала указку и слегка побледнела он вмешается в наши сражения скорее всего нет покачал головой дарносит нам адептам запрещено участвовать в войнах простых смертных только если в генеральных сражениях империи но подобные битвы мало чем напоминают то чем тут занимаетесь вы я слышала внезапно подала голос командир лучников что во время битв между империями даже небесные солдаты гибнут сотнями тысяч библиотекарь улыбнулся все верно моя дорогая ли он мы небесные солдаты лишь пешки в войне империи народ притих для них любой адепт был сравним едва ли не самими небожителями к тому же опираясь на донесение офицера хаджара я могу предположить что кочевником помогает всего лишь рыцарь духа начальной стадии да он намного сильнее меня но слабее большинства офицеров армии империи хаджар представил офицерский состав из десятка тысяч адептов которые сильнее нежели тот летающий мужик интересно на что в таком случае похоже битва их армии если касанием рукояти меча он чуть часть горы на землю не обрушил и зачем же вы пришли достопочтенный адепт прищурилась генерал я думаю вы уже знаете генерал лин зачем и почему генерал кивнула вы уже отправили донесение и получили ответ раз уже кочевником помогает ласканский адепт то вас попросили посодействовать нам не попросили а приказали так что я поступаю в ваше полное распоряжение и чем же нам может помочь один адепт спросил тур немногим признал старик но я вижу у вас теперь есть ученая заклинательница все дружно обернулись к сере то не было подданной ледуса и не была обязана рисковать своей жизнью госпожа сера я понимаю это будет весьма наглая просьба но они убили моего учителя и моих собратьев учеников едва ли не прошипела девушка я с вами генерал и сделаю все что в моих силах спасибо от души поблагодарила лин тогда позвольте мне забрать эту милую леди собой нам есть что обсудить и библиотекарь увел смуглянку из шатра им вслед с тоской смотрел мира кажется я влюбился прошептал он через два дня пройдет отмахнулся хаджар нет дружище печально вздохнул мира здесь все серьезно некоторое время каждый молча смотрел на карту искали решение хаджар как мог напрягал нейросеть но то не могла найти оптимального решения в котором бы жизнь носителя не подвергалась большой угрозе каждый из предложенных вариантов имел красный уровень угрозы подобный окрас означал что вероятность гибели хаджара составляла больше 50 процентов надо посылать за подкреплением нарушил тишину галеон командир кавалерии одни мы не справимся лин выслушала и повернулась в противоположную сторону сколько времени у них отнимут дожди офицер хаджар спросила генерал две недели может чуть больше может чуть меньше плюс учитывая ваши средовым нера успехи бубнил тур начальник над инженерами вряд ли вы сожгли значимую часть коней и провианта но общий ущерб должен их задержать в целом у нас есть две недели закончила лин будем исходить из этой цифра донесение в генеральный штаб мы отправим немедленно вот только вот только ближайшие армии добираться до нас не меньше месяца закончил за генерала тим если увязать их в затяжных боях предложила ли он то мы сможем выиграть достаточно времени чтобы успела подойти подкрепление никаких затяжных боев не будет генерал пододвинула все фигурки с хребта на равнину они знают что мы знаем и с ними ласканец он не станет рисковать возможность оборвать поставки солнечной руды ударит сразу никаких пробных боев и мелких стычек сразу генеральное сражение все решится за один день чертов sirius был прав хлопнул по столу кавалерист мы не выстоим у них 5 миллионов человек пушки конные лучники три бушеты и проклятые монстры о которых мы не демона не знаем предлагаешь отступить никак нет мой генерал прорычал галеон я предлагаю придумать как мы можем подороже продать наши жизни чтобы эти твари не прорвались вглубь страны генерал обвела присутствующих строгим взглядом никто под ним не согнулся и не дрогнул никто не предложил бежать или вести переговоры каждый из тех кто стоял у стола любили свою родину где-то там среди лугов и полей их ждали семьи да возможно они уже никогда их не дождутся но будет проклято само небо если они допустят чтобы орда дикарей разорила их земли убила их детей забрала их жен пока они дышат они будут сражаться за свою землю не за короля чиновников или по приказу а чтобы их родные и близкие могли спать спокойно и не брать в руки оружие тогда давайте думать как мы можем посильнее укусить орду обсуждение затянулось на долгих шесть часов слова вопреки уставу давали любому желающему пару раз высказался и нера он подал простые но весьма благоразумные идеи например выкопать траншеи с горючим чтобы разделить фланги противников хаджар тоже не отставал даже без подсказок нейросити он вспомнил о ежах которыми останавливали танки здесь танков не было но кто запрещал вкопать такой вот еж чтобы вражеская конница не могла прошить пехоту своим знаменитым клином но в основном говорили старшие офицеры им помогали обширные знания и что самое главное практика военного дела а также опыт в итоге удалось даже соорудить нечто вроде эфемерного плана в результате которого они бы могли одержать победу над превосходящим вдвое противником план был глупый и дерзкий но чем демон не шутит перед лицом неминуемой гибели пойдешь на любые безумства лишь бы отдалить тот час когда придется окунуться в бездну и отправиться на перерождение в этом мире люди искренне верили что после смерти человек рождается заново с новой судьбой в новом теле но без старых воспоминаний как бы это глупо не звучало но хаджар не мог верить в подобный круг реинкарнации он ведь и сам был живым примером подобной веры разве что каким-то чудом сохранил свои воспоминания после окончания совета народ разошелся по своим лагерям и отрядом после крепкого сна под аккомпанемент барабанищего под тканем палаток дождя их ждала тяжелая работа у всех имелись свои задания и поручения не раих от жар тоже получившие несколько поручений сейчас сидели на холме за которой совсем скоро будут идти кровавые бои они курили трубки выдыхая кольца дыма и смотрели вдаль а она красивая да кто сера на лице не разомаячила мечтательная улыбка смелая дерзкая и красивая хаджар посмотрел на блестящие глаза друга и прислушался к его сдерживаемым вздохом ты влюбился констатировал хаджар я тебе уже это говорил из одежд хаджара высунулась белая пушистая мордочка котенок зевнул и требовательно мяукнул хаджар протянул питомцу кусочек вяленого мяса азрия схватила его зубами и нырнула обратно в тепло и уют вскоре она вновь заснула а как же близняшки спросил хаджар или уже все ну а вдруг у нее сестра есть пожал плечами мира они помолчали а потом разразились дружным хохотом который вскоре вновь вернулся к тяжелой тишине мы выживем хадж обязательно выживем медалями обзаведемся все девчонки будут наши кажется ты только что говорил что влюбился ну ладно все девчонки будут твои мира толкнул друга в плечо и они продолжили курить несмотря на приближающуюся битву на душе было легко глава 65 стоя под проливным дождем хаджар тренировался уже неделя прошла с тех пор как на военном совете приняли самые идиотские от того самый жизнеспособный план каждый из воинов армии был занят каким-то определенным делом она была и у хаджара но командир освободил его от рутины и приказал тренироваться потому как по словам догара в бою единой с миром будет стоит сотни кочевников и такое преимущество нельзя просто так упускать вот хаджар тренировался каждый день он фехтовал с ветром дождем землей огнем он пытался поймать то чувство что возникло во время схватки с коленом тот миг просветления когда казалось что он дотронулся до какой-то тайны этого мира увидел край истинной сути которая была надежно сокрыта от взора простых смертных и все же что-то он упускал что-то неуловимое призрачные эфемерные но безумно важные хаджар все еще чувствовал землю это как она давала силу его шагам он чувствовал ветер потоки которого направляли его клинок чувствовал огонь из которого родился его меч и чувствовал воду льющуюся с небес но этого было недостаточно он все еще что-то упускал взмахи его меча были быстры и плавны он двигался под дождем сражаясь сотни невидимых противников он делал это изящно и красиво настолько что будь здесь художник он наверняка бы поймав птицу вдохновение написал бы изумительную картину но хаджар бился под дождем один каждый его взмах каждый удар были наполнены энергией всегда находили свою цель они разрезали тысячи капель падающих с небес мокрый от пота и дождя хаджар был способен поразить одним ударом не меньше 10 капель не просто ударить по ним а рассечь так быстро и аккуратно что одна превращалась в 2 в это время концентрируясь на битве с дождем хаджар вспоминал свиток легкого бриза первая из его стоек крепчающий ветер было словно буря спустившаяся в спокойную долину с высоких гор хаджар сделал особо резкий взмах меча и дождь расе порыв ветра такой же была и стойка дикой не обузданная яростной как буря в черном небе 2 же мистичная и не поддающиеся разуму хаджара у него не хватало умение и знаний как на пути меча так и в стихии ветра чтобы осознать тайны спокойного ветра 2 стойки техники оставленной трависом не будучи способным осознать не тайна техники не тайна единства с миром хаджар продолжал свой бессмысленный и бесконечный бой с дождем капли рассеченные на двое падали на землю но на смену каждая из таких капель приходил еще мир и от других говорят практикующие адепт не могут все время сидеть в медитациях и учебе они должны участвовать в жизни внешнего мира путешествовать сражаться жить только так они смогут приобрести знания которые потом в один прекрасный миг сконцентрируются в порыве озарение и адепт постигнет что-то новое более глубокую более мистичную тайну хаджар после схватки с рыцарем духа изумрудным волком и коленом чувствовал что касается чего-то истинного но никак не мог понять чего именно битвы закалили его руки укрепили его волю и подарили знания но он никак не мог слить их воедино капли все били и били о лезвии клинка хаджар сражался с дождем но не мог одержать победу это очень красиво прозвучал голос хаджар вздрогнул и сбился с ритма его меч промахнулся мимо цели и хаджар едва не потерял равновесие позади него укрывшись плащом стояла девушка с рыжими волосами и цепким взглядом стефа хаджар указалось что он видит мираж нет это не могла быть стефа он оставил ее позади где-то там в глубине дорог его жизни уже почти семь лет прошло с тех пор как видел ее и сотни тысяч километров теперь разделяли их ты запомнил мое имя после выступления удивилась девушка внезапно хаджар вспомнил слова мира и сериуса у нас в городе выступает цирк уродов прозвучали слова казненного им же чиновника пойдем посмотрим на цирку родов говорил мира да миледи слегка поклонился хаджар сдерживая в горле непрошенный тугой комок миледи повторила стефа такая же красивая и страстная какой он ее запомнил так меня еще никто не называл хотя нет был один но он уже давно мертв каков был шанс что в отдаленный форт приедет цирк в котором хаджар провел пять лет своей жизни примерно такой же что он встретит в горах среди пленных ниточку ведущую к подземному городу месту готовому открыть тайны заклинаний хаджар на миг показалось что все дороги его жизни сплелись в единую нить которая клубком обвязалась вокруг этого форта и грядущей битвы будто сама судьба вела его сюда как и людей кто помогал этой самой судьбе что вы делаете под таким дождем спросил хаджар убирая меч в ножны он поднял с земли свой плащ и укрыл им плечи стефы когда-то давно она была выше его теперь же едва дотягивала до груди мы давали представление в вашем лагере она не сомневалась что видит перед собой военного взгляд мечника его осанка его походка и уверенность в себе всего это говорила что это был солдат и все же стефа еще никогда не видела такого интересного мужчину несмотря на то что он выглядел как холеный сын вельможи в нем за версту чувствовалась сила и мощь как от дикого зверя тогда вам стоит вернуться обратно хаджар указал направление к форту а еще лучше уезжайте на запад скоро здесь будет опасно находиться до кивнула стефа мы уезжаем завтра завтра почему-то хаджар знал что уже больше никогда не увидит эту девушку завтра их дороги вновь соединившиеся на пути жизни разойдутся навсегда она стояла так близко к нему и от нее пахло также как и всегда костер трава и какой-то сладкий цветок у тебя очень красивые глаза солдат ее тонкие натруженные пальцы коснулись его щеки внезапно она спросила мы точно никогда прежде не виделись ей пальцы перебежали чуть ниже запутались в волосах и съехали по шеек ключицы она притянула его чуть ближе так что по коже замаршировали мурашки от жаркого дыхания как тебя зовут солдат хаджар смотрел в ее глаза в них не было ни страха ни печали только жажда жизни полной яркой и свободной вместо ответа он крепко прижал ее и обнял он снял капюшон и зарылся лицом в волосы намокающие на такие душистые она обняла его чувствуя словно прижимается к свирепому хищнику пугающие и от того дурманящие женщину чувства они любили друг другу прямо там кинув на холодную землю плаще умываясь реками дождя хаджар брал ее с силой а потом нежно а она отдавалась страстно а затем мягко сколько это продлилось хаджар не знал но когда он открыл глаза то лежал на своем плаще один стефа никогда не оставалась с одним мужчиной она никогда не задерживалась на одном месте она была свободна как ветер над бескрайней долиной вместе с людьми но наедине с целым миром хаджар проглотил тугой комок и посмотрел на восток он прощался с ней и отпускал свое прошлое тот темный сгусток зависшие у его сердца тот год в темнице полный пыток и боли те пять лет жизни безвольного раба года проведенные сыни и ее матерью в роли музыканта в борделе он отпускал это все отпускал боль грусть оставляя лишь редкие моменты радости и она уходила внезапно хаджар поднялся и взял в руки меч все также шел дождь которому было безразлично на кого проливать живительную влагу на демонов или богов героев или врагов хаджар снова начал с ним битву но на этот раз его меч не резал капли нет он будто бы каждый раз находил брешь между потоками дождя и огибал их каждый раз отыскивал тот практически несуществующий миг когда между мириадами капель открывался проход хаджар вновь сделал маленький шаг навстречу далекой вершине теперь он знал маленькую тайну об этом мире о том что он не должен был с ним бороться какой в этом смысл если он мог принять его в себя принять целый мир спокойный ветер произнес хаджар принимая вторую стойку техники трависа все также падали капли дождя только теперь они не трогали них от жара не его пляшущий в воздухе меч они будто натыкаясь на невидимую преграду обтекали воина стороной если крепчающий ветер был атакующий стойкой то спокойный ветер защитный хаджар взмахнул клинком и призрачный удар пролетел все 19 шагов пока не исчез во тьме он почти достиг 2 стадии мастерства владения клинком почти стал единым с миром и все же этого достаточно хаджар убрал клинок и поднял сброшенную одежду он еще раз посмотрел на запад до 2 стойка называлась спокойным ветром но она навсегда будет связана с одним именем стефа хаджар возвращался в лагерь на данный момент он достиг абсолютного максимум своих возможностей оставалось лишь одно ждать войны глава 66 хаджар вглядывался в линию горизонта там на востоке поднималось солнце ненадолго стих бесконечной дождь и небо рассвело лишь затем чтобы в следующий миг обернуть кровавой пеленой нового дня 2 миллиона воинов стояла за спиной хаджара кто-то в легкой броне иные закованы в тяжелые латы отряд догара всегда занимал первые ряды и держал центр именно поэтому считалось что пережить даже одно сражение в этом отряде было практически невозможно сам догар теперь выглядел не как медведь а как гигант из старых легенд в кожаной броне закрытом шлеме боевых латных перчатках он был свиреп и страшен его грудь пересекала перевес с кинжалами а у левого плеча был закреплен длинный широкий нож все это выглядело как ощеренные звериные клыки готовые впиться в глотку противнику по правую руку слегка нервно дышал мира перед боем он покрасил волосы в белый цвет хаджар не знал зачем но судя по гневным взглядом серы это было как-то связано с тем что не рано пился и поплелся к ней в шатер оттуда потом слышались не самые страстные крики и даже вспышки заклинаний из шатра он уже вышел таким с белыми волосами и многочисленными кровоподтеками зато трезвый сейчас же сжимая в руках тяжелый меч он щеголял довольно странно броней полностью закрытой торсы ноги но плечи и предплечья даже не увешаны кольчугой запястья защищала латная сталь все остальное было открыто возможно этого требовали техники нера ну или он просто потерял часть доспеха сам же хаджар выглядел как и всегда кольчуга кожаный доспех и все это укрыто обычными одеждами на этот раз красного цвета чтобы враги не видели его крови хаджар проверил туго ли держит кожаный ремешок его длинные волосы в небе уже кружились вороны они каркали будто подгоняя людей к началу битвы внезапно линия горизонта из золотой стала черной будто кто-то мазнул по ней краской и решил оставить так и не дописав нового произведения воины в армии заволновались послышались скрипы доспехов и лязг оружия долина впереди медленно покрывалась золотой пеленой выходящий из черной линии горизонта сотни тысяч всадников закованных в броню выезжали на конях к полю брони внезапно вперед армии выехала шесть всадников а впереди самый могучий из них в золотой броне и легком шлеме на его груди сверкало солнце а копыта лошади выбивали куски земли к нему навстречу двигалась генерал лин со старшими офицерами они встретились где-то посередине спустились с коней и уселись каждый напротив столика укрытого белой скатертью как думаешь что они там обсуждают прошептал мира поправляя шлем на голове пугают друг друга предположил хаджар генералы вражеской армии обсуждали что-то около 15 минут затем выпили почарки и разошлись в разные стороны судя по радостным воплем дикари и криком их генерала они не смогли договориться лин вернувшись к армии встала перед своими людьми ее коса была стянута в тугой пучок а тело укрывал полный тяжелый доспех ветер трепал синюю шерстяную накидку а стоявшие за ее спиной личные воины исполины сверкали на солнце брони наверное именно в такой момент генерал должен произносить воодушевляющую народ речь генерал лишь молча смотрела на свою армию на лица молодых ребят чьи глаза были полны страха и неуверенности многие из них лишь недавно держались за подол материнской юбки или стращались отцовского ремня теперь же они стояли в первых шеренгах армии перед которой простиралась целая орда кочевников что она должна была сказать позади вражеский генерал скача перед шеренгами дикари произносил воодушевляющую речь даже до сюда доносились от звуки его громоподобного голоса лин молчала в какой-то момент она подняла копье и ударила древком о землю в этот же миг будто где-то обрушилась гора или раскололась земля настолько оглушительным получился удар она подняла его еще раз и вновь силой опустила вниз под ногами хаджара вздрогнула земля а сам он будто слегка успокоился как если бы бешено бьющееся сердце начало стучать в такт мерным ударом копья вскоре кто-то из солдат обнажил булаву и ударил ей а свой щит потом к нему присоединился один товарищ а за ним еще и еще в абсолютном молчании не проронив ни слова два миллиона солдат стучали оружие а щиты копьями а землю кавалеристы выбивали копытами лошадей куски земли а лучники били в барабаны все быстрее и быстрее громче и громче пока с другой стороны не донеслось испуганное держание вражеских лошадей тогда солдаты будто проснувшийся могучий зверь закричали и бросились в атаку генерал лин надевшая шлем была в первых рядах хаджар бежал молча лишь крепче сжимал клинок нера находившийся к нему плечом к плечу надрывал глотку за них обоих вражеская армия подгоняемая генералом сорвалась с места целое море из улюлюкающих всадников и ржущих коней рванула им навстречу два океана и стали плоти страха и пота готовы были столкнуться поворот прогремел голос до гора когда до столкновения оставались считанные метры первые шеренги пехоты тут же остановились синхронно сотни тысяч воинов развернулись в пол оборота пропуская вперед отряды тяжелых копейщиков те вонзив в землю ростовые щиты положили на специальные ложбинки длинные копья на эти щиты тут же водрузили вторые такие же второй ряд пехоты и так пока первые ряды не накрыла стены и крыша из щитов мгновение спустя они и будто тараном ударили но крепко держали врытые в землю щитовые шипы стонали но держали копейщики порой делая выпад копьями и тогда армия приветственно встречала вопль умирающего врага внезапно раздался свист будто тысячи москитов разом поднялись в воздух их было настолько много что они закрыли собой солнце хаджар посмотрел на небо но не увидел ничего кроме мириада выпущенных лучниками стрел черным покрывалом они закрыли собой небесную лазурь а потом все вокруг затопили звуки треска и крики людей одно море стрел столкнулись с другим таким же стрелы сшибались в воздухе и падали но некоторые все же находились свою цель стоявший рядом с хаджаром солдат схватился за горло и захлебываясь кровью упал на землю он пытался что-то прохрипеть как хаджар вонзил ему в череп свой меч бьющиеся в огонь и тело тяжелораненого будет им только мешать также поступали и другие воины если рядом с ними падал умирающий соратник одно такое тело могло привести к гибели десяти других в начале боя лекарь и никогда не появлялись бесполезно держи закричал догар когда по ту сторону стены из щитов грохнули пушки на этот раз свист звучал лишь в последний момент когда ядро уже оказывалось настолько близко что увернуться от него было невозможно за спиной хаджара послышались истошные вопли в воздухе запахло паленой плотью а где-то рядом с хаджаром приземлилась оторванная рука проклятие прошипел нера откидывая в сторону тонкие жгуты из плоти кого-то из совсем зеленых солдат вырвало прямо так внутрь шлема держи надрывался догар помогая копейщикам удерживать стену из щитов хаджар видел сквозь прорехи между щитами рвущихся на приступ противников они били булавами и стену пытаясь проломить в нее брешь в следующий миг взрывы уже доносились по ту сторону от преграды первый залп сделал форт и пусть на нем стояла вдвое меньше пушек чем было у кочевников зато снаряды летели намного дальше внезапно уши прорезал свист хаджар успел заметить лицо догара а затем все погрузилась в хаос снаряд разрывая плоть лошадей и всадников врезался в стену из щитов в воздух взлетели комья земли разорванные железо и люди в образовавшуюся брешь тут же хлынул противник закрыть брешь выкрикнул догар вытирая шлема чужие останки и кровь тут же часть пехоты двинулась к образовавшемуся очагу сражения хаджар выкрикнул мира утягиваемый общим потоком к битве с конницей проклятие выругался хаджар его линия все также стояла удерживая щиты но вот друга он бросить не мог как и прорваться через десятки на мертво окопавшихся солдат оттолкнувшись ногой от чьего-то бедра хаджар взмыл на плечо стоявшего рядом воина а затем и на крае стены из щитов он обнаживший меч возвышался над общей линией фронта тянущийся на многие километры в небе жужжали стрелы и свистели пушечные ядра где-то с запада подтягивали огромные трибушеты и толкали высокие осадные башни в десятках прорехах кипели кровавые котлы сражений самая ожесточенная битва шла за холм где люди гибели уже едва ли не тысячами с форта то и дело поднимались пороховые облака и такие же стыла противника крики умерших и умирающих находили отклику поднявшихся ввысь воронов акулами те кружили над полем брони ожидая начало своего пира от начала сражения прошли всего пара минут хаджар найдя нера отбивая на ходу стрелы побежал на помощь другу глава 67 нера крикнул он и спрыгнул со стены прямо на круп лошади он полоснул по горлу всаднику и скинул того на землю где его уже закалывала крюками пехота каждый из первой шеренги имел такой крюк их вонзали в бедра кавалеристом и стягивали с лошадей вниз где они были беспомощной легкой добычей нера рубился сразу с пятью дикарями пехотинцами их легкие сабли высекали искры а его тяжелый клинок но с каждой такой искрой в небо взлетала чья-то отрубленная нога или рука пошла хаджар ударил по бокам лошади это заржав бросилась в гущу сражения кони люди кровь сталь все смешалось в одно кипящие варево из страха и боли и лишь благодаря более страху люди под градом стрел и свистом пушечных ядер сражались так будто родились лишь вчера а умрут и вовсе никогда хаджар врезался в тыл противник держась левой рукой за поводья он правой наносил стремительные удары и с каждым таким ударом на землю падал очередной всадник меч хаджра легко рассекал даже самую крепкую броню не говоря о податливой плоти и костях часть дикарей умирали еще в полете а кто отделывался лишь раной тех затаптывали либо враги либо союзники хадж мира смахнув с плеч голову очередного противника протянул покрытую кровью руку хаджар нагнувшись схватил товарища за предплечье и с силой дернул нера разом вскочил на круп ты вовремя похлопал он по плечу хаджара а в следующий миг уже нанизывал на клинок приблизившегося к ним всадника столкнув умирающего дикаря с лошади нера перебрался на нее пушки выкрикнул хаджар отсекая кому-то руку а затем и открывая второй рот на шее нам нужно убрать пушки иначе они разнесут весь наш фланг и словно в подтверждение слов хаджара громыхнул очередной залп ядра со свистом пронеслись сквозь толпу кочевников убивая тех едва ли на на месте дикари не щадили своих если видели возможность ослабить врага вместе с телами лошадей в небо взмыли и тела людей искореженные щиты прихота выкрикнул нера поднимая в воздух меч наступаем они с хаджаром подгоняя лошадей бросились в битву тесня врага от все увеличивающийся бреши следом за ними с криками спешили и пехотинцы они наносили удары копьями и мечами оставляя под ногами вязкую от крови землю и бьющиеся в агонии тела хаджар неустанно бил мечом по разные стороны он не был кавалеристом и потому его удары были намного слабее чем обычно но и этого хватало чтобы с каждым взмахом обрывать чью-то линию жизни они прорывались сквозь фланг противника как тонкий гвоздь сквозь тяжелую доску тяжело сложно но с каждым новым ударом молотка входили все глубже и глубже кто-то из пехоты дикарей попытался дотянуться копьем до бока хаджара тот отпустил поводья и схватившись за металл под длинным наконечником сильно дернул пехотинец взмыл в небо а следом его располовиненное тело рухнуло на спешащих в контратаку всадников мира еще раз взмахнул мечом одним ударом отсекая голову лошади противника то упала погребая под собой орущего дикаря им тут же занялась пехота поблагодарив друга кивком головы хаджар поднял копье на плечо и с силой его метнул копье пронзила скачущего всадника насквозь затем врезалась во второго стянула его с лошади и успокоилась только тогда когда нанизала еще одного так и они и упали вдвоем проткнутые одним и тем же копьем прорубая просеку сквозь всадников противника мира их от жар не знали сколько времени они добирались до ближайших пушек но судя по количеству залпов не так и долго коечников было много но они были плохо организованы и не обучены лишь закалены в бесконечных набегах но не более большинство из них не могли ничего противопоставить двум практикующим стадии формирования и потому вероятно отыгрывались на идущий следом пехоте когда нера и хаджар увидели сверкающие впереди дула пушек на которые уже осторожно лили вау чтобы те остыли но не потрескались то проклятие выругался нера когда обернувшись не увидел позади себя ничего кроме кипящего вдалеке сражения они оказались вдвоем посреди вражеского войска в следующую секунду конь под хаджаром заржал и начал заваливаться на бок хаджар успел вытащить ногу из стремени и соскочить на землю только теперь он заметил многочисленные раны и на теле животного забирайся уже протянул руку нера но в тот же миг его лошадь пронзила брошенные копья он еле успел выскочить из седла чтобы не оказаться погребенным под тушей умирающего животного они встали вдвоем спина к спине на лице покрытом своей и чужой кровью плясала кровожадная усмешка хаджар же был собран и спокоен его одежда из красных превратились в багровые их окружали десятки противников в легкие доспехах вооруженные короткими саблями топорами или булавами с раскрашенными краской лицами они напоминали собой исчадья бездны голодные до чужой плоти и крови одурманенные от схватки они собирались растерзать двух смельчаков решивших что они могут взять их пушки кто первый досчитает до 100 прорычал нера тот угощает вином по рукам кивнул хаджар они не двигались лишь кружили на месте чувствуя спины друг друга кочевники не смогли долго ждать они видели перед собой лишь двух противников тогда как сами стояли кольцом из нескольких десятков первым не выдержал какой-то парнишка вооруженной саблей маленьким щитком он бросился в атаку замахнулся но в следующее мгновение его тело уже распадалось на несколько частей фонтан крови выстрелил в небо и не успел еще алыми камнями упасть на землю как хаджар уже отправлял на бескрайние равнины второго дикаря спиной он чувствовал как орудует собственными клинком не рая от того его сердце укреплялось а в душе появилось чувство уверенности так они и стояли спиной к спине вдвоем против сотни дикарей они бились и бились резали кололи рубили в небо взлетали алые рубины крови падали на землю отсеченные руки и ноги кто-то попытался задеть хаджара копьем он взмахом мечом обрубил его а взмахом руки отправил отсеченный наконечник в полет тот пробил гортань одному и вонзился в глаз второму два крика слились в один и дикари рухнул на землю а следом на их тела уже встали собственные соратники слева просвистела булава и и хаджар схватил у основания и дернув нанизал противника на меч оттолкнув тело в сторону спешащих на подмогу противников он опустил булаву на голову врага справа то разбила ее словно гнилой арбуз алые жидкости серое вещество окрасили грудь хаджару а тот уже отправил булаву в полет она сбила с ног не меньше четырех дикарей а те уже захлебывались кровью чувствуя как во внутренности вонзаются осколки ребер прорываемся крикнул нера и они впервые сошли с места нера успел прорубить брешь в кольце противников куда они вдвоем и устремились плечом к плечу они отправляли противников к их праотцам взмахи меча крики умирающих брызги крови вот каков был их мир в эти минуты каждый метр земли отделявший их от пушек они выкладывали телами мертвых и умирающих хаджар даже не сразу заметил что его шаг замедляет чья-то отсеченная рука мертвой хваткой она обхватила его лодыжку он взмахнул клинком отправляя обрубок в воздух тот врезался в лицо очередному дикарю на миг закрыв обзор собственно этот обрубок стал последним что увидел дикарь вскоре его голова уже падала на землю а тело хаджар бросил на противников бегущих сзади те повалились на землю да так там и остались нера использовал свою технику исполина гигантская ладонь с мечами вместо пальцев разом пригвоздила не меньше десятка дикарей к земле экономии энергию напомнил хаджар рассекая кого-то на несколько частей знаю знаю рычал нера они не могли постоянно использовать свои техники и потому были вынуждены придерживать энергию для укрепления собственного тела наконец они добрались до пушек дикаря видя двух демонов преисподней с легкостью прорывающихся сквозь ряды защитников орудий побросали свои посты и с криками разбежались 15 стволов остались без защиты и пушкарей подорви их выкрикнул нера в одиночку удерживающий натиск противника пушки стояли на небольшом холме наверх которого вела лишь одна тропинка взбираться же по скользкой от крови траве было бесполезно так что нера вполне успешно удерживал едва ли не пару сотен противников те были вынуждены выстраиваться вереницы и не могли напасть больше чем пара или тройкой хаджар посмотрел на запад тому же катили высокие осадные башни холм за который шло сражение подорвали одна из ловушек инженеров сработала как надо отправляя на равнину несколько тысяч дикарей увы вместе с ним к про отцам отправились сотни соратников горела огненная вода раздель